Я говорил, что когда врангелевцы арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белый считает Мандельштама опасным преступником, уверяет, будто он симулирует сумасшествие. Когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил, «Вы должны меня выпустить, я не создан для тюрьмы». На допросе Осип Эмильевич прервал следователя, «Скажите лучше невинных, вы выпускаете или нет?» Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически, и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания. Но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубоко человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невиновность, откровенно спросил, стоит ли ему вообще разговаривать. Он сказал тюремщику, что не создан для тюрьмы, это ребячливо и в то же время мудро. Не по времени, печально заметила пра. Конечно, у Мандельштама есть стихи про время. Мне на плечи кидается век волкодав, на неволк я по крови своей, запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей. Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве. Потом мы часто встречались в Киеве, в греческой кофейне на Софийской. Там он прочитал мне свои стихи о революции. «Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья народ!» Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев. Потом он об этом рассказал. «Не гадают цыганочки кралям, не играют в купеческом скрипке, на крещатике лошади пали, пахнут смертью господские липки. Уходили с последним трамваем прямо за город красноармейцы, и шинель прокричала сырая. «Мы вернемся еще, разумеете!» Вместе с ним пережили ночь погрома. Вместе хлебнули горе в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву. Летом 1934 года я искал его в Воронеже. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж! Уронишь ты меня, или проворонишь? Ты выронешь меня, или вернешь? Воронеж, блажь, воронеж, ворон, нож!» В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве. Мы оба родились в 1891 году. Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. «До чего несносный!» — минутами думал я и сейчас же добавлял. «До чего, милый!» Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение. Был он маленьким, щуплым, голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночью стена крополя. И сам он, когда запевал боском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка. Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых либералов. Строго сказал им, на страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама. Вы ответите, нет. Вас спросят, кормили ли вы его. Если вы ответите, да, вам многое простится. В самые трагические минуты он смешил нас газелами. Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек? Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемное издательство или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленнейший человек. Не способны даже призадуматься, а Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола, на улицах Москвы или Ленинграда, в степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте. Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Олегьери за время своей поэтической работы, «Путешествие по козьим тропам Италии». Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова. Он сотню раз менял все. Порой ясное в начале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой наоборот прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долга, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения. В первые годы революции его словарь, классический стих, многими воспринимались как нечто архаическое. Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгинувшей моде. Мандельштам говорил, идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее. Это не было канонами, направлением. Не стоит задавать никаких школ, не стоит выдумывать свои поэтики. Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее. Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел, Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание неточки незваного у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра. О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту. Вспоминаешь холсты Кончаловского. Художник нам изобразил глубокий обморок терений и красок звучные ступени на холст, как струпья, положил. Угадывается качель, недомалеванный вуали, и в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель. Мы с ним часто разговаривали о живописи. В двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы Тинторетто и Циан. Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию, понимал страны, где пробыл недолго. Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости, правды горлинок твоих и кривды карликовых виноградарей в их разгородках марлевых. В легком декабре твой воздух стриженный, индивеет денежный, обиженный. Я много лет прожил во Франции. Лучше, точнее этого не скажешь. Размышления о прекрасной детскости итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из разговора о Данте. Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. По целому ряду исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и потому русский язык стал именно звучащей и горящей плотью. Он отвергал символизм как чуждое русской поэзии явление. Бальмонт — самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик, иностранное представительство от несуществующей фонетической державы. Андрей Белый — болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка. Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого, после его смерти написал несколько чудесных стихотворений. На тебя надевали тиару, юрода — колпак, бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак. Как снежок на Москве заводил кавардак, гоголек непонятен, понятен, невнятен, запутан легок. Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец, сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец. Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о блоке, и о своих современниках, о каме, по степи, о сухой горячей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуясь, что жил с ним рядом. Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было 19 лет, он написал статью о Франсуа Вийоне. Он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века. Бедный шкаляр по-своему отстаивал достоинства поэта. Мандельштам писал о Данте. То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта. Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму. Множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось мучительно преодолеваемой неловкостью. Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения. Передо мной том литературной энциклопедии, изданный в 1932 году. Там сказано, «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями. Для мира созерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему. Это лишь чрезвычайно сублимированное и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры». Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям. Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама. «Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии и крупной, и средней, и мелкой?» Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразил глубоким пониманием грандиозности событий, стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого. Пора вам знать, я тоже современник, я человек эпохи Москва-Швея. «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, как я ступать и говорить умею. Попробуйте меня от века оторвать, ручаюсь вам, себе свернете шею». О сущности эпохи «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей». О Ленинграде Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорее рыбий жир ленинградских речных фонарей. Петербург, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Это стихотворение было напечатано в литературной газете в 1932 году, а в 1945 я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой. Мандельштама не в чем упрекнуть, разве в том, что и слабость, и сила любого человека в любви к жизни. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Колют ресницы, в груди прикипела слеза, чую без страха, что будет, и будет гроза. Кто-то чудное меня что-то торопит, забыть душно, и все-таки до смерти хочется жить. Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за 10 тысяч километров от родного города. «Больной» «У костра» он читал санеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество. Прошло через всю его жизнь до санетов у костра. В 1936 году он писал «Немучнистой бабочкой белой землю я заемный прах верну. Я хочу, чтобы мыслящее тело превратилось в улицу, страну, позвоночное, обугленное тело, осознавшее свою длину». Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие. Мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием». А в моей памяти живой Осип Амильевич, милый, беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься. Наконец-то он уезжает из Коктебеля. Про себя я подумал. Кто может знать при слове «расставанье» какая нам разлука предстоит? В соляных озерах в северной части Крыма добывается поваренная соль. Добывалась она и до революции. Наверное, я об этом узнал в третьем или четвертом классе гимназии. Но школьное познание быстро забывается, при том я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, при том крымская, сыграла важную роль в моей жизни. Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговалась белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя. В то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар. Один предпринимчивый феодосиец решил доставить в Поти соль. Ей набрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии, и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвигу. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали. Пришлось пережить несколько неприятных минут. Над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина «Застыть, как соль», и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза. Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была советская власть, и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товара. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега, при том, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюр. Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии, сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно. Мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и покрылись брезентом. Шторм крепчал. Навалилась быстрая южная ночь. На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи. Мы находимся далеко от берега. Вода попала в трюм, и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельцев соли, белых, красных, грузин, и вообще все на свете. Мы пробовали уснуть, но это было невозможно. Несмотря на брезент, нас заливало. Хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали. Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу. Боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отощавшими от супа на перце. Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняк. Перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли, решили остаться, будь что будет. Я не раз в жизни замечал, что страх, капризные чувства, зачастую не связанные с рассудком. Мой друг, писатель Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками. Но я помню, что когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в то лето с испанским художником Фернандо Херраси. Он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В Толецком Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво для приличия постреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома, боится. Фронт это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх ни на фронтах, ни в Испании, ни при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука в дверь. Но об этом я уже писал. Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили и если дрожали, то не от страха, а от холода. Промокли насквозь. Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли и он отстоял свой товар. Сухуми нам показался невыразимо прекрасным. Это действительно красивый город, но дело было не только в его живописности, в то яркое солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги. И вот мы сели в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам, продавали золотистый теплый виноград, было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались, нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному. Потом мы снова спали на барже, но это была обыкновенная спокойная ночь. Вдоль берега мы шли на поти, оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва? Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег. Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал, сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан. Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осипа Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет, от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни. Это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он Осип Мандельштам, автор книги «Камень», а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осипа Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента, не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений. Они выполняли, может быть, перевыполняли план. Автор даже самого вздорного приключенческого романа, и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полицейский не ломает себе головы, предпочитает проламывать чужие головы. Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что двойной агент Осип Мандельштам выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича. Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паола Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе Духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть. С Паола Яшвили я познакомился в Париже, в Ротонде. Было это в 1914 году. Паола тогда был худым и порывистым юношей, ему было 20 лет. Он расспрашивал меня, а в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишете в кафе, я не мог бы. Посмотрите, как они целуются, возмутительно, меня это чересчур вдохновляет. Увидев Паола в Тбилиси, я ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой. Не успели мы сесть за стол, как Паола и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена «Голубые рога». Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду. Есть ведь журнал «Голубой всадник», выставки «Голубой розы». Но духанщик притащил огромные рога, правда, не голубые. В рог, который Паола поднес мне, он налил кварту вина. Рог не стакан, на стол его не поставишь. Я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отощал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков. На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию. Придется, однако, подождать неделю-другую. Паола устроил нас в старой замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере братья Мандельштамы, Люба, Едвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался, боялся клопов и микробов. Спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль. Спал он на спине и спал торжественно. Мы прожили в Тбилиси две недели. Они показались мне лирическим отступлением. Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паола и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, подчивали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой, обед переходил в ужин. Название грузинских яств звучали как строки стихов «Сулгуни», «Соцхали», «Социви», «Лоби». Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соуса ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разнолитих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченные в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше, телиани или кварели. Никогда до Толи я не бывал на Востоке, и старой Тбилиси мне показался городом из тысячи и одной ночи. Мы бродили по нескончаемому Майдану. Там продавали березу, смоле и горячие лепешки, английские пиджаки, кинжалы, кальяны, граммофоны, пахучие травы, винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, растачали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев. Мы побывали в серных банях. На меня взобрался огромный банщик и облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность. Паоло пресерьезно уверял, что я похож на нарцисса. Мы попивали вино в верийских садах. Внизу нетерпеливая кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и кинза. В древних храмах мы глядели на каменных цариц, которым ласкались барсы. Мы восхищались в духаных картинами пирос пирос манишвили, грузинского руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета. Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылался то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы, одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Ходотов собирался домой в Петроград. Поэты Агневцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета. Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов, шахсей вахсей. На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди. Костюмированные всадники нещадно христали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка, главными актерами были люди в белых халатах. Раскачиваясь, они выкрикивали «Шахсей, вахсей» и били себя саблями по лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну Халифа Хусейну, который погиб в битве 1400 лет назад. А на соседней улице мастеровые читали листовку. Красное знамя советской власти реет над Баку. Не сегодня-завтра оно взовьется над Тифлисом. Мне подарили сборник Тифлисского цеха поэтов. Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтесс с поэтичными фамилиями. Нина Грацианская, Белконь-Любомирская, Магдалина де Каприлевич. Поэты Тифлисского цеха писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санавалате, Монфоре и о других столь же близких персонажах. Впрочем, я не заглянул тогда в сборник. Все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. Они были связаны между собой не только общими поэтическими воззрениями, но и крепкой дружбой. Эта дружба оказалась долговечней литературных школ, и погибли они вместе. А до чего они не походили один на другого. Паоло был высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать, и декларацию голубых рогов, и обед в Духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику. Стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера. Трудно понять поэзию в переводах. Я слушал стихи и по-грузински. Тициан, помню, сказал мне, что поэзия обвал. Много лет спустя я прочитал в переводе его стихотворения, где были строки. Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их. Что стих? Обвал снегов. Дохнет и с места сдышит и заживо схоронит. Вот что стих. Кажется, в этих словах раскрытие Тициана, его чистоты приподнятости. Был он прежде всего поэтом. Яшвили и Табидзе прекрасно знали, любили русскую и французскую поэзию Пушкина и Бодлера, Блока и Верлена, Некрасова и Рембо, Маяковского и Аполлинера. Они сломали старые формы грузинской версификации. Но трудно кажется найти поэтов, которые так бы любили свою родину, как они. Их можно было глубоко порадовать, сказав, что то или иное грузинское слово выразительно, заметив горный цветок или улыбку девочки на проспекте Руставель. О том, что они были прекрасными поэтами, можно теперь прочитать в любом справочнике. Мне хочется добавить, что они были настоящими людьми. Я приехал снова в Тбилиси в 1926 году, приехал к Тициану и Паоло. Потом я встречался с ними в Москве. Дружба выдержала испытания временем. В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Тбилиси на юбилей Руставели. Паоло и Тициана не было. О том, что с ними случилось, скажу словами Гурама Ассатиани, автора книги о Тициане Табидзе. Табидзе, как и его замечательные сверстники, известные советские писатели Яшвили, Джавах Яшвили, Ницешвили и другие, стали жертвами преступной руки заядлых врагов народа. В Тбилиси я нашел только поэта Голуборожца Леонидзе, с которым познакомился в 1926 году. Он позвал меня к себе под Новый год. Вдруг тосты оборвались. Мы подняли стакан и ничего не сказали. Перед нами были Тициан и Паоло. Я часто думаю о стихах Яшвили, написанных за несколько лет до трагической развязки. Не боясь о сплетен, хуже тишина, когда украдкой пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война и близость про меня суженной пули. Тициана и Паоло любили многие русские поэты и Есенин и Пастернак и Тихонов и Заболоцкий и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, далеку кислорода. Я говорю и о горах, и о людях. Нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружавшего их пейзажа. Я писал после поездки в Грузию в 1926 году «Условимся, горы не только астма альпиниста, не только семейные охи любителей каникулярной красоты. Это еще некоторое беспокойство природы, ее требовательность, которая глубоко соответствует человеческому естеству. Звери и лозы Ананурского монастыря резвятся, зреют, живут, на них любовно смотрят пастухи и звезды. В Рэмбо и лод и лод Триамона неискушенные души повторяют их стихи доверчивым девушкам возле могилы Грибоедова, когда в одно сливаются созвездия астрономов, огни, салалак и взволнованные зрачки, а на стенах духанов истекают кровью арбузы, написанные Никопера в Сманишвиле. Альпа во Франции спорт, туризм, санаторий, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию. Там она отходила душой, там была ее стартовая площадка. Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по военном грузинской дороге до первого привала. И сейчас еще в моих ушах звучит высокий пронзительный голос Ициана. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий. Теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной. Она была кратковременной, но бурной. Посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синякурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу. Нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей. Мне часто приходилось и приходится ездить за границу. Если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется руководитель делегации. А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами. Одни из них в документе именовались сопровождающими, Люба, Ядвига, братья Мандельштама и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии. Другие числились моей охраной, краснофлотец и молоденький актер художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру. Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров. Это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе. В далекий путь они отправляются вдвоем. Когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое. Небось, не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к бронепаровозу. Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалчки, да с меньшевистской Грузии. Все было вновь и непроверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях. Иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной. Меньшевистский публицист Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посигнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком сургучных печатей. Я держал этот пакет в руках и не расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве наркомендел. Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в Духане и заночевали в пути. Все мои попутчики, как сопровождающие, так и охрана, спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше. Сверкали снега, внизу шумели горные реки, паслись отары овец. Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пахлавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчицам. Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена художница, он начал ее расспрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него походатайствует? Мы долго перетаскивали тюки через нейтральную полосу. Советские пограничники были заняты, поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал, вот это срочное, нельзя терять ни часа. Именно так сказал мне посол. Ночью мы въехали во Владикавказ. нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались деникинцы. Все было загажено, поломано, стекол в окнах не было и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт, обыватели шли на службу озабоченные, настороженные. Они не понимали, что гражданская война идет к концу и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город. Я начал обсуждать с представителями горсовета и с военным командованием, как нам добраться до минеральных вод. Поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи, нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до минеральных вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее красноармейцы с пулеметами. В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из щекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в наркоминделу. Обращались к грузинам учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз стюков. Когда мы отъехали 40 или 50 километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы, затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд. Мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план. Он с Любой уйдет в горы. Люба не поддалась его увещаниям, а белых скоро отогнали. На станции Минеральные воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону. Кто-то кричал «Дипломатический курьер», но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать «Римский папа» или «Шаляпин». Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения. Тюки занимали очень много места, и на них все норовели сесть, а я понимал, что от сургучной печати ничего не останется, и неистово кричал «Прочь, отди почты!» действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния. Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаке, но вскоре случилось несчастье. На какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль, и цинично отгонял всех от мешков. Это диппочта. Я выглядел самозванцем. На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности. где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит, но теперь у меня почта, заветный пакет, что мне делать. Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез в термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк. Он мне говорил, выпейте, и все обойдется. Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж. Пакет с почтой я нес в руке. Мы шли вслед за телегой. Больше всего это напоминало деревенские похороны. Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в дом печати на Никитском бульваре. Там дают бутерброды. Наркомендел помещался в здание метрополя. Вход был позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос в своих глазах. Но чеки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что противная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал, а там только газеты. Случилось чудо. Это ведь были первые годы революции, романтика. Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то по телефону, что приехал дипкурьер из Тбилиси и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том, что в третьем общежитии наркомендела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами княжей двор, где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю. Вечером мы пошли в Дом Печати. Я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой. Кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным. Я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности, футуристы или имажинисты. Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюнкин и завопил «Я тебя сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмельевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки, и все кончилось благополучно. Мыши по Арбатской площади мимо церквушки Бориса и Глеба было очень темно, но в окнах копошили слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир. Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю. Так я думал по дороге в третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное ломать прежнее, ломать с душой. Теперь я знал, чем оно пахнет. Коменданта третьего общежития Наркомендела звали товарищем Адамом, но, если говорить откровенно, Адамом чувствовал себя я. Я оказался в раю, откуда меня легко могли выгнать. Мне нужно было представить удостоверение с места службы, и хотя я довез в сохранности почту, от дипломатической карьеры мечтать не приходилось. Товарищ Адам поселил нас в комнате, которая не отапливалась, и все же княжий двор был раем. Утром нам выдавали паек, 200 граммов хлеба, крохотный кусок масла и два куска сахара. Днем мы получали кашу, пшенную или ячневую. Конечно, древние князья ели лучше, но в Москве 1920 года такой паек был воистину княжеским. Я встретил новых друзей, познакомился с молодыми поэтами, написал несколько стихотворений. Люба разыскала экстер и поступила во Вхутемас. Неожиданно мне сообщили, что Нейрхольд хочет со мною поговорить и предоставить мне интересную работу. Я не знал, о какой работе идет речь, но чувствовал себя окрыленным. В доме печати решили устроить вечер моих стихов. Я прочитал стихотворения, написанные в Коктебеле и в Москве. Одет я был непристойно, но на это тогда не обращали внимания, а стихи были патетическими. Я, например, обращался к человеку будущего, который случайно найдет в библиотеке мою книгу. Средь мишуры былой и слов убогих, среди летописи давних смут, увидит человека, умирающего на пороге, с лицом повернутым к нему. Когда я кончил читать, все стремительно ринулись в буфет. Там ко мне подошел дежурный член правления поэт венгров и шепнул, что меня требуют представители ЧК, а не внизу вешалки. Вы не волнуйтесь, дружески добавил он, это явная ошибка. У вешалки меня ждали два молодых человека. Они мне показали ордер. Мы прошли к площади. Там стояла машина, которая отвезла меня на Лубянку, в дом, принадлежавший ранее страховому обществу «Россия», где помещалась ЧК. Этот дом вошел в историю. Мало кто помнит, что улица Кирова называлась Мясницкой, Кропоткинская Причистинкой, улица Горького Тверской, а слово «Лубянка» осталось. Меня обыскали, нашли фотографии Любой и снимки ее живописных работ. Молодые люди стали меня расспрашивать, что означает кубизм. Но моя голова была занята другим, что означает мой арест. Лекции о живописи не получилось. Молодые люди сказали, что предупредят мою жену. Действительно, они поехали к ней, успокаивали, наверное, его скоро выпустят, и просили объяснить им современную живопись. Меня отвели в камеру, где уже помещалось человек восемь. Это были командиры военно-морского флота, люди мужественные и симпатичные. Они потеснились, и я лег спать. На следующее утро мне объяснили, что в камере не принято говорить о приключившейся с людьми неприятности. Каждый рассказывает о том, в чем он специалист. Первым был доклад о подводной лодке, сконструированной Налетовым. Второй о плавании по Индийскому океану. В свою очередь я рассказал о Париже о стихах Франсуа Вийона по итальянской живописи. Несколько месяцев спустя я встретил моих товарищей по кратковременному заключению в камерном театре на премьере принцессы Брамбиллы. Мы обрадовались друг другу и сразу перешли к вопросу о том, чей театр лучше, Таирова или Мейерхольда. Вечером меня повели под длинным и сложным коридором на допрос. Следователь дружески со мной поздоровался, сказал, что встречал меня в Ротонде. Я его не помнил, но мы поговорили о Париже. Потом он сказал, видите ли, к нам поступило сообщение, что вы агент Врангеля. Докажите обратное. Моя беда в том, что я всю жизнь не могу освободиться от некоторых доводов Декарта. Знаю, что логикой не проживешь и все же всякий раз ловлю себя на том, что требуя от других именно логики. Я ответил, что автор доноса должен доказать, что я агент Врангеля. Если мне сообщат, на чем основано его утверждение, я смогу его опровергнуть. Следователь попросил рассказать, как я добрался до Москвы, сочувствовал нашим дорожным невзгодам, крепко обругал хозяина соли и, наконец, ответ сказал, мы с вами еще поговорим. Я сделал товарищем по камере доклад об испанской поэзии и услышал лекцию о влиянии развития авиации на действия военно-морского флота. Два дня спустя следователь снова вызвал меня. Скажите, почему вам поручили доставить в Москву деппочту? Я ответил, что этот вопрос следует поставить нашему послу в Тифлисе. Что касается меня, то я просто просил посольства отправить меня в Москву. Мы снова вспоминали Париж и меня отвели в камеру. Я прочитал доклад об архитектуре Версаля и познакомился с анализом подводной войны в 1917-1918 годах. Третий допрос начался с знакомыми словами. Докажите, что вы не агент Врангеля. Следователь был в дурном настроении. Он сказал, что я упрям, и это может меня погубить. Контрреволюция не хочет разоружиться, а пролетариат не повторит ошибок коммуны. Я решил, что меня, наверное, расстреляют. Но утром выступил с докладом о живописи Пикассо и настолько увлекся, что даже позабыл о грозных намеках следователя. Прошел еще день, и неожиданно меня освободили. Это было замечательное время. Еще шли бои с врангелевцами, еще не унимались различные банды, еще постреливали террористы. Борьба шла где-то под землей, в темных сапах. Иногда арестованных расстреливали, а тех, кого не расстреливали, освобождали. Выпустили меня вечером. Я пошел в княжий двор, но меня туда не впустили. Товарищ Адам, который был всемогущ, как Господь Бог, выгнал из рая Еву, то есть Любу. Я не знал, где она, не знал, куда мне пойти. На улице было очень холодно, и вдруг я с тоской подумал о тесной камере. Там, по крайней мере, было тепло. Я отправился в дом печати. Было поздно, и застал я только дежурного распорядителя. Он долго объяснял мне, что ночевать в помещении никто не имеет права, но, поглядев на меня, дрогнул духом. Ладно, идем наверх. Наверху находились комнаты различных литературных группировок. Он меня устроил в комнате пролетарских писателей, где стоял большой диван. К сожалению, верхний этаж не отапливался. Мое парижское пальто, пережившее три бурных года, походило на трухлявую шинель Акаки Акакиевича. Я лежал и чувствовал, что замерзаю. В темноте я сорвал со стены полотнище и закутался. Теплее не стало, но, к счастью, я заснул. Проснулся я от громкого смеха. Надо мной стояли пролетарские писатели, среди них мой парижский приятель Миша Герасимов. Стоят и смеются. Оказалось, я завернулся в материю с лозунгом и на мне значится «Вся культура пролетариату». Я сам рассмеялся. Я прочитал написанное мною и задумался. Почему в этой части моей книги столько веселых, почти легкомысленных страниц? Ведь события, о которых я рассказываю, отнюдь не были идиллическими. Баржа с солью могла легко затонуть, бандитам ничего не стоило прикончить наивного депкурьера, да и мои беседы со следователем могли кончиться совсем иначе. Все это так, но человек может сохранять душевное веселье в часы самых трудных испытаний, как он может тосковать и даже отчаиваться, когда ничто лично ему не угрожает. Я писал с нежностью, но и с горечью о моей ранней молодости, да и предстоит мне в последующих частях моей книги рассказать о многом, что никак не назовешь веселым. Не опасность пригнетает человек, а внутренние обиды, разуверения, ощущение собственного бессилия. Гашек и Кавка родились оба в Праге в 1883 году, но говорили они не схожими голосами. И в роман Кавки не вставишь размышлений бравого швейка. Диссонанс будет ужасающим, а жизнь не писатель. Она не заботится о единстве стиля. Одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя. Вернусь к моему рассказу. Герасимов раздобыл кусок хлеба, чай, и мы позавтракали. В коридорах дома печати молодые поэты уже спорили о судьбах искусства, а я отправился разыскивать Любу. Мальчишкой я несколько раз видел Нейрхольда на сцене художественного общедоступного театра. Помню его сумасшедшим стариком в роли Иоанна Грозного и взволнованным негодующим юношей в чайке. Сидя в ротонде, я не раз вспоминал слова чеховского героя. Когда поднимается занавес и при вечернем освящении в комнате с тремя стенами эти великие таланты жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки. И, когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, мораль маленькую, удобо понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Нужны новые формы. Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Чехов написал «Чайку» в 1896 году. Мопассан умер в 1893 году. Эйфелева башня была построена в 1889 году. В 1913 году мы принимали эту башню и отвергали Мопассана. Но слова о новых формах мне казались живыми и близкими. Я пропустил возможность познакомиться с Мерхольдом в 1913 году. Он приезжал в Париж по приглашению Ида Рубинштейн, чтобы вместе с Фокином поставить Пизанеллу до Нунцо. Я тогда мало знал о постановках Мерхольда. Зато знал, что Данунцо фразер, и что Ида Рубинштейн богатая дама, которая жаждет театральных успехов. В 1911 году я видел Святого Себастьяна, пьесу того же Данунцо, написанную для той же Иды Рубинштейн, и был раздосадован помесью декаденской красивости с парфюмерным сладострастием. Мерхольд подружился в Париже с Гиомом Аполленером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Данунцо, не в виде Рубинштейна, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера. Осенью 1920 года, когда я познакомился с Мерхольдом, ему было 46 лет. Он был уже седым, черты лица успели заостриться, выступали мохнатые брови и чрезвычайно длинный горбатый нос, похожий на птичий клюв. Тео, театральный отдел наркомпроса, помещался в особняке напротив Александровского сада. Мэр Хольд носился по большой комнате, может быть, потому, что ему было холодно, может быть, потому, что не умел сидеть в начальническом кресле у традиционного стола с папками на подпись. Он, казалось, кликотал, говорил, что ему понравились мои стихи о канунах, потом вдруг подбежал ко мне и закинул назад свою голову ни то цапли, ни то кондора, сказал, ваше место здесь, октябрь в искусстве, вы будете руководить всеми детскими театрами республики. Я попытался возразить, я не педагог, хватит с меня маффективных киевлян и коктебельской площадки, да я и не смыслю ничего в сценическом искусстве. Севолод Эмильевич меня оборвал. Вы поэт, а детям нужна поэзия. Поэзия и революция, к черту сценическое искусство, мы с вами еще поговорим, а приказ о вашем зачислении я подписал. Приходите завтра вовремя. Мейрхойт тогда был одержим, как Маяковский, иконоборчеством. Он не заведовал отделом, он воевал с той эстетикой и удобопонятной моралью, о которой говорил герой чайки. Недавно я выступал в Женеве в студии телевидения. Молоденькая девушка преградила мне дорогу и сказала, что должна меня загримировать. Я запротестовал. Мне предстоит говорить о голоде в экономически отсталых странах, причем тут красота, да и не пристало мне на старости лет впервые румяниться. Девушка ответила, что таковы правила, все должны подвергнуться операции. Она наложила на мое лицо тонкий слой желтоватого крема. Я сейчас подумал, что свет памяти столь же резок, как и свет телевизионных студий, и что, говоря в этой книге о некоторых людях, я невольно кладу слой краски, смягчающей слишком острые черты. А вот со Всеволодом Эмильевичем мне не хочется этого делать. Я попытаюсь дать его не с притушенными, но с жесткими деталями. Характер у него был трудный. Доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было. Первая наша размолвка была бурной, но кратковременной. Один военмор принес мне пьесу для детей. Все персонажи были рыбами, меньшевики, карасями. И в последнем акте торжествовал рыбий савнарком. Пьеса мне показалась неудачной. Я ее забраковал. Вдруг меня вызывает Мейрхольд. На столе у него рукопись. Он раздраженно спрашивает, почему я отклонил пьесу. И, не дослушав, начинает кричать, что я против революционной агитации, против октября в театре. Я, в свою очередь, рассердился, сказал, что это демагогия. Всеволод Эмильевич потерял самобладание, вызвал коменданта. Арестовать Оренбурга за саботаж. Комендант выполнить приказ отказался и посоветовал Мейрхольду обратиться в ВЧК. Я, возмущенный, ушел и решил, что больше в ТО не будет моей ноги. На следующее утро Всеволод Эмильевич позвонил. Ему необходимо посоветоваться со мной о театре Петрушки. Я пошел, и вчерашней сцены будто не было. Всеволод Эмильевич заболел. Несколько раз я был у него в больнице. Он лежал с забинтованной головой. Он мне рассказывал о своих планах, расспрашивал, что происходит в ТО, был ли я на новых постановках. Вероятно, в моих репликах и рассказах проскальзывала ирония, потому что Мейрхольд иногда упрекал меня в безверии, даже в цинизме. Однажды, когда я сказал о расхождении многих проектов с действительностью, он приподнялся и захохотал. Вы в роли заведующего всеми детскими театрами республики? Нет, Диккенс не придумал бы лучше. Бинты походили на чалму, а Всеволод Эмильевич худой иностатый на восточного кудесника. Я тоже рассмеялся и сказал, что приказ о моем назначении подписан не Диккенсом, а Мейрхольдом. Несколько раз я был на зорях. Это слабая пьеса, да и в постановке было много случайного. Мейрхольд боролся против трех стен, о которых говорил Треплев, против рампы, против написанных декораций. Он хотел приблизить сцену к зрителям. Помещение было безвкусным, знаменитый кафе Шантан-Омон, где москвичи когда-то рассматривали полуголых этуалей. Впрочем, зал был в таком состоянии, что его убранство не бросалось в глаза. Театр не отапливали, все сидели в шинелях, в полушубках, в тулупах. Изо ртов актеров вырывались грозные слова и нежнейшие облака. Часть актеров разместили в партере, они неожиданно взбегали на сцену, где стояли серые кубы и зачем-то висели веревки. Иногда на сцену подымались и зрители, красноармейцы с духовым оркестром, рабочие. Мейерхольд хотел посадить несколько актеров в ложу, они должны были изображать эсеров и меньшевиков и подавать соответствующие реплики. Севолод Эмилевич с сожалением не рассказывал, что ему пришлось отказаться от этой идеи. Зрители могут подумать, что это взамделишные контрреволюционеры и начнется потасовка. Был я и на спектакле, когда один из актеров торжественно прочитал только что полученную сводку «Взят перекоп». Трудно описать, что делалось в зале. На диспуте постановку ругали. Маяковский защищал Мейерхольда. Не знаю, что сказать о самом спектакле. Его не оторвешь от времени. Он тесно связан с агитками Маяковского, с карнавальными шествиями, устраивавшимися левыми художниками, с климатом тех лет. Таким же представлением эпохи показалось мне на репетициях «Мистерия Буф». Любить эти спектакли было трудно, но хотелось их защищать, даже возвеличивать. Я писал в 1921 году «Неудачные по выполнению, великолепные по замыслу постановки Мейрхольда не только собирать театральность, но и немедленно ее растворить, уничтожить рампу, смешать комедиантов со зрителями». А Маяковский кончил свою речь на диспуте о Зорях так «Да здравствуй театр Мейрхольда, если даже на первых порах он и сделал плохую постановку». Молодой Багрицкий писал «Пышноголового Мольера сменяет нынче Мейрхольд, он ищет новые дороги, его движения грубы, дрожи, театр старья, в тревоге, тебя он скинет на дыбы». Летом 1923 года я жил в Берлине, туда приехал Мейрхольд, мы встретились, Севолод Эмильевич предложил мне переделать мой роман «Трест Д.Е.» для его театра, говорил, что пьеса должна быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне не хотелось. Я начинал охладевать и к цирковым представлениям и к конструктивизму, зачитывался Диккенсом и писал сентиментальный роман со сложной интригой «Любовь Жанны Ней». Я знал, однако, что Мейрхольду трудно перечить и ответил, что подумаю. Вскоре в театральном журнале, который издавали единомышленники Мейрхольда, появилась статья, где рассказывалось в форме фантастической новеллы о том, как меня похитил Таиров, для которого я подрядился переделать мой роман в контрреволюционную пьесу. Мейрхольд много раз в жизни подозревал добрейшего и чистейшего Александра Яковлевича Таирова в стремлении уничтожить его любыми средствами. Это относится к той подозрительности, о которой я говорил. Никогда Таиров не собирался ставить трест Д.Е. Приехав в Советский Союз, я прочитал, что Мейрхольд готовит пьесу трест Д.Е., написанную неким Подгорецким по романам Эренбурга и Келермана. Я понял, что единственный довод, который может остановить Мейрхольда, сказать, что я хочу сам инсценировать роман для театра или для кино. В марте 1924 года я написал ему, начав, дорогой Всеволод Эмильевич, и кончив с сердечным приветом. Наше свидание прошлым летом, в частности, беседа о возможности переделки мною треста, позволяет мне думать, что вы дружественно и бережно относитесь к моей работе. Поэтому решаюсь первым делом обратиться к вам с просьбой, если заметка верна, отказаться от этой постановки. Я ведь не классик, а живой человек. Ответ был страшен. В нем сказалось неистовство Мейрхольда. И никогда бы я о нем не рассказал, если бы не любил Всеволода Эмельевича со всеми его крайностями. Гражданин и Эренбург, я не понимаю, на каком основании обращаетесь вы ко мне с просьбой отказаться от постановки пьесы товарища Подгорецкого. На основании нашей беседы в Берлине? Но ведь эта беседа в достаточной мере выяснила, что если бы даже вы взялись за переделку вашего романа, вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты. Я не был на спектакле. Судя по отзывам друзей и по статьям расположенных к Мерхольду критиков, Подгорецкий написал слабую пьесу. Всеволода Эмельевич поставил ее интересно. Европа гибла шумно, убегали щиты декораций, актеры в попыхах перегримировывались, грохотал джаз. За меня неожиданно вступился Маяковский на обсуждение постановки Треста Д.Е. Он сказал о переделке. Пьеса Д.Е. Абсолютный ноль. Переделывать билетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае Эренбурга и Келлермана. спектакль спектакль В.Е. 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 Милевич уже готовил постановку леса. Многие не поняли, что же приключило с неистовым иконоборцем, почему его прельстили Островский, трагедия, искусство, любовь. Так последователи Маяковского не поняли, почему в 1923 году, осудив перед этим лирическую поэзию, он написал про это. Интересно, что лес был поставлен вскоре после того, как была написана поэма про это. Маяковский поэт уже возвращался к поэзии, а Маяковский лефовец сурово осудил Всеволода Емельевича за его возвращение к театру. Для меня глубоко отвратительно постановка леса. Картины висят в музеях, книги имеются в библиотеках, а спектакли, которых мы не видели, остаются для нас сухими рецензиями. Легко установить связь между про это и ранними стихами Маяковского, между Герникой Пикассо и его холстами голубого периода. А вот мне трудно судить, что перешло от дореволюционных постановок Мейерхольда в его лес и ревизора. Бесспорно многое. Петли петлями, но ведь это петли одной дороги. Лес был чудесной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл, по-новому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила из себя, а может быть, радовала противников Мейерхольда. «Зеленый парит на одном из актеров». Пьеса шла много лет подряд. Как-то после одного из спектаклей в Ленинграде состоялось обсуждение. Севолода Мильевича закидали записками. Он радовался, сердился, шутил. «Скажите, что означает «зеленый парик»»?» Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал. «А действительно, что он означает? Кто его придумал?» С того вечера «зеленый парик» исчез. Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился, запамятовал деталь, придуманную, и, конечно же, им. В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные вопросы. А кто действительно это придумал? Порой исходившие от авторов различных нелепостей, куда более важных, чем злосчастный парик. Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое. Его имя стало нарицательным. Некоторые критики не замечали или не хотели заметить, что Мейерхольд шел дальше. Они его облаивали на полустанке, о котором он успел давно забыть. Севолод Эмельевич не страшился отступаться от эстетических концепций, которые еще накануне казались ему правильными. В 1920 году, когда он ставил Зори, он рвал с сестрой Беатрисой и с балаганчиком. Потом он вышучивал придуманную им биомеханику. Треплев в первом акте говорит, что главное новые формы. А в последнем, перед тем, как застрелиться, признается, да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души. В 1938 году Всеволод Эмильевич говорил мне, что спор идет не о старых и новых формах в искусстве, а о обе искусстве и о подделке под него. Он никогда не отрекался от того, что считал существенным, отбрасывал измы, приемы, эстетические каноны, а не свое понимание искусства. Постоянно бунтовал, вдохновлялся, горел. Но что страшного было в чеховских водевилях? О левом искусстве к тому времени все успели позабыть, Маяковский был признан гениальным поэтом, а на постановку Мерхольда все равно накинулись. Он мог говорить самые обыкновенные вещи, но было что-то в его голосе, глазах, улыбке, выводившее из себя людей, которым не по душе творческое горение художника. Весной 1930 года в Париже я увидел Мейерхольдовского ревизора. Это было в небольшом театре на улице ГТ, где обычно показывали жителям окраины вздорные водевилии или раздирающие души мелодрамы, с тесной и неудобной сценой, без фойе, в антрактах зрители выходили на улицу, словом, в помещении скорее мизерном. Ревизор меня потряс. Я успел давно охладеть к эстетическим увлечениям моей молодости и боялся идти на спектакль. Слишком ревниво любил Гоголя. И вот я увидел на сцене все то, чем меня притягивал Гоголь, щемящий тоску художника и зрелище неизбывной жестокой пошлости. Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя в кощунственном к нему отношении. Конечно, его ревизор не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости. Казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятины, все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя ревизор был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы. Но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки ревизора. В этом ли кощунство? Ведь различные театральные инсценировки романов Толстого или Достоевского считаются благородным делом, хотя они сужают рамки произведений. Андрей Белый не только любил Гоголя, он был им болен, и, может быть, многие художественные неудачи автора «Серебряного голубя» и «Петербурга» следует отнести к тому, что он не мог преодолеть власти Гоголя. И вот Андрей Белый, увидев театр Мерхольда Ревизора, выступил со страстной защитой этого спектакля. А в Париже на спектакле были по большей части французы, режиссеры, актеры, любители театра, писатели, художники. Это напоминало смотр знаменитостей. Вот Луи Жуэ, вот Пикассо, вот Дюлен, вот Кокто, вот Дерен, вот Бати. И когда спектакль кончился, эти люди, казалось бы, объевшиеся искусством, привыкшие дозировать свои одобрения, встали, устроили овацию, какой я в Париже не видел. Я пробрался за сцену. В маленькой артистической уборной стоял взволнованный Всеволод Эмилиевич. Еще белее стали волосы, длиннее нос, семь лет прошло. Я сказал, что не мог вытерпеть, пришел поблагодарить. Он крепко обнял меня. С тех пор ни разу не было между нами отдаления или холода. О вздорной ссоре мы не заговаривали. Мы встречались в Париже или в Москве, подолго разговаривали, иногда и молчали, как можно молчать при настоящей близости. Когда Мейрхольд решил поставить ревизора, он сказал актерам, вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри. Мне он говорил, что работая над ревизором, часто вспоминал Пензу гимназических лет. В 1948 году я шел по одной из пензенских улиц с Фадеевым. Вдруг Фадеев остановился. Это дом Мейрхольда. Мы молча постояли. Потом Александр Александрович в тоске сказал «Эх!», махнул рукой и быстро зашагал к гостинице. Мейрхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту. Он часто прибегал к маскам именно потому, что маски его страшили. Не каким-то мистическим ужасом небытия, а одеревенеющей пошлостью быта. Заключительная сцена ревизора, длинный стол в горе от ума, персонажи мандата, даже чеховские водевили. Все это тот же поединок художника с пошлостью. То, что он стал коммунистом, не было случайностью. Он твердо знал, что мир необходимо переделать. Он основывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революцией, а у Мейерхольда позади был клубок и схоженных им дорог. И Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символисты, балаганчик, блок, и сфлестанный снежными метелями, любовь к трём апельсинам и многое другое. Ещё сидя в ротонде, мы гадали, как должен выглядеть таинственный доктор Депертуто, литературный псевдоним Мейерхольда. Из-за всех людей, которых я вправе назвать моими друзьями, Севолод Эмильевич был по возрасту самым старым. Я только родился в девятнадцатом веке, а он в нём жил, бывал в гостях у Чехова, работал с Комиссаржевской, знал Скрябина, Ермолову, и самое удивительное, что он оставался неизменно молодым, всегда что-то придумывал, бушевал, как гроза в мае. Всю жизнь его сопровождали нападки. В 1911 году нововременец Меньшиков возмущался постановкой Бориса Годунова. Я думаю, что господин Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев. Некоторые статьи, написанные много времени спустя, были право же не чище и не справедливее приведенных выше слов. Он не походил на мученика, страстно любил жизнь, детей и шумные митинги, балаганы и живопись Ренуара, поэзию и леса строек. Он любил свою работу. Несколько раз я присутствовал на репетициях. Севолод Эмильевич не только объяснял, он сам играл. Помню репетиции чеховских водовилей. Мейерхольду было за 60, но он поражал молодых актеров неутомимостью, блеском находок, огромным душевным весельем. Я говорил, что спектакли умирают, их не воскресишь. Мы знаем, что Андре Шенье был прекрасным поэтом, но мы можем только верить, что его современник Тальма был прекрасным актером. И все же творческий труд не исчезает. Он может быть на время незримым, как река, уходящая под землю. Я смотрю спектакль в Париже, кругом восхищаются, как нова, а я вспоминаю постановки Мейерхольда. Я вспоминаю их и сидя во многих московских театрах. Вахтангов писал, Мейерхольд дал корни театрам будущего, будущее и воздаст ему. Перед Мейерхольдом преклонялся не только Вахтангов, но и Крэг, Жубе, многие другие крупнейшие режиссеры. Эйзенштейн мне как-то сказал, что его не было бы без Мейерхольда. Еще в августе 1930 года он писал мне, «Театр может погибнуть, враги не дремлют, много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать». Наши последние встречи были невеселыми. Я приехал из Испании в декабре 1937 театр Мейерхольда был уже закрыт. От пережитого жена его Зинаида Николаевна Райх тяжело заболела. Поддерживал Мейерхольда Станиславский, который часто ему звонил по телефону, пытался приободрить. В это время Кончаловский написал замечательный портрет Мейерхольда. Многие портреты Кончаловского декоративны, но Петр Петрович горячо любил Мейерхольда и в портрете раскрыл его вдохновение, тревогу, душевную красоту. Севолод Эмильевич подолгу сидел у себя, читал, рассматривал художественные монографии. Он все еще дерзал. Ему мерещилась постановка Гамлета. Он говорил, я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался, если бы исчезли все пьесы мира, а Гамлет остался, то остался бы и театр. Мне хочется еще сказать, что Мейерхольда поддерживала в это трудное для него время Зинаида Николаевна. Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича жене, написанного в октябре 1938 года из дачной местности Горенки. Приехал я в Горенки Тринадцатого глянул на березки и ахнул. Смотри, эти листья рассыпаны по воздуху, рассыпанные они застыли, как будто замерзли. Застывшие они чего-то ждут, как их подстерегли. Секунды их последней жизни я считал как пульс умирающего. Застану ли я их в живых, когда снова я буду в Горенках через день, через час? Когда я смотрел тринадцатого на сказочный мир золотой осени, на все эти чудеса, я мысленно лепетал, Зина, Зиночка, смотри на эти чудеса и не покидай меня, тебя любящего, тебя, жену, сестру, маму, друга, возлюбленную, золотую, как это природа, творящая чудеса. Зина, не покидай меня, нет на свете ничего страшнее одиночества. Мы расстались весной 1938 года. Я уезжал в Испанию, обнялись, тяжелым было это расставание, больше я его не видел. В 1955 году молодой прокурор, никогда прежде не слыхавший имени Мерхольда, рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич. Он прочитал мне его заявление. Мне 66 лет. Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом. Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я. Вскоре я вернулся в потерянный рай. Товарищ Адам, прочитав записку заместителя наркома Карахана, составленную абстрактно и возвышенно, а именно «Эренбург остается жить», предоставил нам комнату. Я получал паёк, а с февраля мне дали карточку на обеды в метрополе. Там отпускали пустой суп, пшёную кашу или мороженую картошку. При выходе нужно было сдать ложку и вилку, без этого не выпускали. Раз в месяц я менял хлеб на табак. Кто-то сказал мне, что я родился в рубашке. Однако я не только родился в рубашке, я ходил в одной рубашке, а Москва зимой не Бразилия. Давным-давно я описал в журнале «Прожектор», как в конце 1920 года я раздобыл себе одежду. Это не очень серьёзная история, но она восстанавливает некоторые бытовые черты тех лет, да и показывает, что житейские трудности нас не обескураживали. Я уже упоминал о моём парижском пальто, с годами превратившемся в дырявый капот. Я не сказал о самом главном, о костюме, пиджак ещё как-то держался, но брюки расползлись. Тогда-то я понял, что означают штаны для тридцатилетнего мужчины, вынужденного жить в цивилизованном обществе. Обойтись без штанов действительно невозможно. На службе я всё время сидел в пальто, боясь неосторожным движением распахнуть полы, ведь со мной работали поэтесса Ада Чумаченко и молодые фребелечки. Краснофлотец драматург пригласил меня к себе. Жил он в Лоскутной. Я пережил у него немало мучений. Он накормил меня замечательными оладьями, но эти оладьи приготовляла молодая женщина. В комнате было жарко, меня уговаривали снять пальто, а я упирался и никак не мог объяснить, почему. Однажды меня не впустили в камерный театр. Я показывал приглашения, мандаты, различные удостоверения, но контролер был неумолим. Товарищ в верхнем платье не разрешается. Хотя я заведовал всеми детскими театрами республики и получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным. У меня не было штанов. Наступила суровая зима. Мое пальто грело не больше, чем кружевная шаль. Я простудился, чихал, кашлял. Наверное, у меня была температура, но мы тогда этим мало интересовались. Случайно я встретил одного из товарищей под революционной подпольной организацией. Поглядев на меня, он рассердился. «Почему вы мне раньше не сказали?» Он написал записку председателю Моссовета и шутя добавил «Лорд-мэр Москвы вас оденет». Попасть на прием к лорд-мэру было нелегко. В приемной толпились всевозможные просители. Наконец я проник в просторную комнату. За письменным столом сидел почтенный человек с аккуратно подстриженной бородкой, которого я хорошо знал по Парижу. Я понимал, что у него уйма дел и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил. «Кстати, мне совершенно необходимы брюки». Лорд-мэр смутился, он внимательно меня оглядел. «Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто». Он дал мне записку к заведующему одними из отделов МПО. На записке было сказано лаконично «Одеть товарища Оренбурга». На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО. Эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они Московское потребительское общество, ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой. С легкомыслием баловня судьбы я спросил, где здесь выдают ордера на одежду. Кто-то мне показал длиннейший хвост на Мясницкой. Было очень холодно и стоя в очереди я малодушно забыл про брюки, мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери, но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком и возмущенно завизжала. Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел и на мое место. Она навалилась на меня, а весело она немало. Я сопротивлялся, но безуспешно. Она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади, товарищи. Вы ведь видели, что я весь день стою. Люди были голодные, усталые, безучастные. Никто меня не поддержал. Я понял, что справедливости не дождаться, отошел на несколько шагов, разбежался и сходу вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали равнодушно молчать, они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди. Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал, у нас, товарищ, мало одежды, выбирайте, пальто или костюм. Выбрать было очень трудно. Замерз, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижение предшествующих месяцев и крикнул брюки, костюм. Мне выдали соответствующий ордер. Я пошел в указанный распределитель. Там мужских костюмов не оказалось. Мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, шитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком. В детской секции я сразу составил десять проектов. Стояли, однако, сильные морозы, и я продолжал отчаянно кашлять. Сознание, что на мне брюки, придавало мне бодрости, и я начал разыскивать зимнее пальто. Будучи страстным курильщиком, я раз в месяц на Сухаревке менял хлеб на табак. На Сухаревке торговали всем, китайскими вазами, кусочками сахара, рассыпными папиросами, камнями для зажигалок, бухарскими коврами, дореволюционным заплесневевшим шоколадом, романами бурже в Сафьяновых переплетах. На Сухаревке можно было купить и рваный полушубок, но стоил он не менее пятидесяти тысяч, а денег у меня не было. В карманах новенького пиджака я держал мандаты, проекты, стихи, старую, насквозь прожженную трубку, табачную труху и порой кусочек сахара, который уносил из гостеприимного дома заведующего ИЗО Штеренберга. Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала книжная лавка писателей. Среди авторов Андрей Белый, Лидин, Герасимов, Шершеневич, Марина Цветаева, Новиков, много других. Проставлена и моя книжка «Испанские песни». Цена 3000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием. По себестоимости 4 куска сахара 2000 рублей, кружка молока 1800, 50 папирос 6000. Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал. Мы жили пайками и надеждой. Все же я решил набрать деньги на пальто и подрядился прочитать стихи в кафе Домино. Там было нестерпимо холодно. Посетителям давали чай с сахарином или смертельно бледную голубоватую простоквашу. Не понимаю, почему туда приходили люди. В морозном полумраке раздавался зловещий вой Шершеневича, Поплавской или Диротуманного. Ходили в Домино спекулянты, агенты уголовного розыска, любознательные провинциалы и чудаки-меланхолики. Я снял с себя шинель Акаки Акакиевича, чихнул и начал выть. Тогда все поэты выли, даже когда читали нечто веселое. Один спекулянт сочувственно высморкался, двое других не выдержали и ушли. Я получил три тысячи. Мне повезло. Несколько дней спустя я набрел на весьма подозрительного гражданина, который предложил мне достать полушубок за семь тысяч рублей. Это было почти даром. Я продал хлебный паек за две недели и притащил полушубок в княжий двор. Полушубок был чересчур тесен и сильно вонял, но мне он казался горностаевой мантией из картины Веласкеса. Я его надел и хотел было отправиться в Дом печати, но тут пришла из Вхутемаса Люба и потребовала, чтобы я снял с себя обновку. На груди полушубка красовалась большущая печать. Гражданин недаром мне показался подозрительным. Он продал краденый военный полушубок. Мною овладела резиньяция. Лучше чихать, кашлять, чем попасть в поганую историю. Но Люба недаром была конструктивисткой. Училась у Родченко и говорила весь день о фактуре, о вечности, о производственной эстетике. Она нашла выход. В Москве существовали тогда магазины ненормированных продуктов. Там продавали мороженые яблоки, химический чай шамо, сахарин, швабры, сито. Я продал два фунта паечного пшена и в магазине ненормированных продуктов купил краску для кожи. Люба привычной рукой взялась за кисти. Полушубок с каждой минутой хорошел. Он превращался в черную куртку шофера. Но, к сожалению, кожа жадно впитывала краску. Один рукав так и остался незакрашенным. А больше не было ни краски, ни рублей, ни пшена. Конечно, я мог бы ходить в черном полушубке с желтым рукавом. Никто на меня не обернулся бы. Все были одеты чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в выленивших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из лондонного сукна. На платье шли бордовые гордины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел. Художник Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Попяливал на голову блестящий цилиндр. Но я боялся, что желтый рукав отнесут к эксцентричности и примут не за беду, а за эстетическую программу. Под Новый год в ТЭО всем сотрудникам выдали по банке гуталина. Это было воспринято как несчастье, тем паче, что накануне в Музо выдавали кур. Но Люба нашла применение сапожной мази. Она покрыла ею желтый рукав. Новый год мы встречали у художника Рабиновича. Говорили, что будет ужин, даже водка, но никто ничего не раздобыл. Мы ели кашу и чокались кружками с чаем, а веселились, как будто пили шампанское. Проклятый гуталин, однако, не высыхал. Стоило пойти снегу, как рукав становился марким. Я испачкал несколько чужих пальто. Меня начали побаиваться, и я предупреждал, пожалуйста, идите слева, справа я пачкаю. Все же я мог теперь, не замерзая, бродить ночью по улицам Москвы. Все тогда ходили по мостовой, не было ни машин, ни лошадей, а тротуары напоминали каток. Днем многие тащили салазки, дрова, керосин, пшено. Люди прикреплялись или откреплялись, это относилось к продовольственным карточкам. Помню стихи, что сегодня гражданин на обед, прикреплялись гражданин или нет. А по ночам бродили мечтатели, никогда не забудуя тех прогулок. Мы медленно продвигались между сугробами, порой шли цепью один за другим, так идут в пустыне караваны. Мы говорили о поэзии, о революции, о новом веке. Мы были караванами, которые пробирались в будущее. Может быть, поэтому с такой легкостью мы переносили и голод, и холод, и многое другое. Караваны шли по всем русским городам, и 25-летний Тихонов, которого я тогда не знал, наверное, читал кому-нибудь свои стихи. Гвозди вделать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей. Мы шли гуськом, над нами сверкали звезды, улицы были темными, никто не мешал звездам сверкать. В день моего рождения Ядвига печально сказала, что не смогла раздобыть подарка ни цветов, ни леденца. Шутя, она добавила, глядя на звездное небо, я тебе дарю Кассиопею. Мы не подозревали, что доживем до того времени, когда в организации объединенных наций будут рассуждать, как оградить небесные светила от захвата, и когда все девушки смогут подносить своим друзьям пристойные галстуки из химической массы. Я продолжал работать в детской секции ТО. Конечно, к нашим трудам можно подойти недоверчиво. Мы главным образом составляли проекты детских театров, да еще добывали пайки для актеров. Время было трудное. Напомню, для его характеристики слова Владимира Ильича Ленина, написанные им в феврале 1921 года по поводу работы наркомпроса. Мы нищие, бумаги нет, рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты, машины изношены, здания разваливаются. Мы старались поддержать различные начинания. Существовал детский театр, которым руководила актриса Генриетта Паскар. Скульптор Ефимов и его жена давно занимались кукольным театром. Появилась молоденькая Наташа Сац, потом много сделавшая для художественного воспитания детей. В различных рабочих клубах устраивались спектакли для детворы. Наконец, знаменитый клоун и дрессировщик животных дуров задумал показывать детям четвероногих артистов. Тогда все больше проектировали, чем осуществляли. Фантазии было много, средств мало. Все же мне кажется, что наша на первый взгляд совершенно бессмысленная работа дала некоторые результаты. Мы помогли будущим драматургам, режиссерам, актерам создать пять или десять лет спустя интереснейшие театры для детей. Внешне было много забавного. Мы работали рядом с секцией цирка. Ей руководила актриса Рукавишникова, жена поэта. Иногда она уезжала домой в санях. Около манежа лошадь неожиданно становилась на задние ноги, как будто она пудль, или начинала вальсировать, пугая прохожих. Это была цирковая лошадь, которую заставляли выполнять обязанности бичуга, и она, видимо, не могла преодолеть страсти к искусству. Наша детская секция, впрочем, не уступала циркачам. К особняку порой подбегал тощий аскетический верблюд, запряженный в сани. Его посылал за мной Дуров. К Рукавишниковой приходили живописные посетители. Жонглеры, подымавшие пудовые гири, требовали академических пайков. Иностранные акробаты протестовали против уплотнения. Один клоун истошно вопил, «Причем тут марксистское объяснение событий? Я не могу допустить, чтобы мои шутки брали всерьез. Не для этого мы делали революцию». Ко мне приходили куда более скучные посетители неудачливой драматурги. В одной из газет была напечатана статья о том, что нет пьес для детей. И вот в Москву начали приезжать люди различных профессий из Стамбова, из Щелябинска, из Твери. Они загромождали маленькую комнату кипами рукописи. Пьесы были написаны зелеными чернилами на обороте нотариальных актов, на листочках, вырванных из тетради, даже на оберточной бумаге. Один автор изображал героические похождения малолетнего Лассаля. Другой доказывал, что русалки — продукт буржуазного сознания. Третий изобличал козни Антанты. Я почему-то запомнил стихи «Зарубите на носу, как мы дали Клеменсу». Некоторые начинали здесь же читать вслух свои произведения. Один просидел в секции несколько дней, требовал охранной грамоты на комнату и академического пайка. Был я в клубе возле Таганской площади. Там сборная труппа поставила для детей пьесу никому не известного драматурга под названием «Судьба Паши». Актеры на сцене натурально крякали, пили чай и все время говорили о пользе учения. Девочку Пашу играла пожилая актриса, она повторяла с психологическими паузами «Так вот, значит, поняла я темп жизни и захлопнула книжку». Театр Паскар инсценировал джунгли Киплинга. Пантера на сцене сладострастно потягивалась и кривлялась, как будто она не зверь, а соломей из пьесы Уайльда. Мне это показалось декадентством и я растердился. Теперь спутались многие понятия. Большая советская энциклопедия причисляет к декадентам Сезанна, Гогена, Рембо, Гамсуна, Дебюси, Равеля, словом, почти всех крупных писателей и художников конца девятнадцатого и начала двадцатого века. А ведь декадентство действительно существовало. Достаточно вспомнить ту же Соломею, романы Пшебышевского или картины Штука. Выслушав мою критику, Паскар спокойно отвечал, что я могу ставить другие пьесы, где мне заблагорассудиться, и вообще заняться чем-либо иным. Подумав, я решил, что она права, и начал посвящать свободное от проектов время работе с Дуровым. Его звери не были ни натуралистами, ни декадентами. Была у меня и другая служба. На Пречистинке, в доме, который меня волновал, когда я был гимназистом, там был институт для благородных девиц, помещалась военно-химическая академия, и курсанты предложили мне обучать их стихосложению. Им хотелось писать ямбом, хореем и даже свободным стихом. Они прилежно считали слоги и подыскивали рифмы. Вряд ли из них вышли поэты, но я убежден, что на всю жизнь они запомнили свое тяготение к поэзии, как помнят люди свою первую любовь. Для прозы тогда не было ни времени, ни бумаги. Кроме того, проза требует душевного опыта, наблюдений, критического подхода, умения осмыслить происходящее. Проза начала появляться несколько лет спустя. Зато было раздолье для стихов. Теперь нас устраивает день поэзии. Поэты выступают в книжных лавках и соблазняют любителей автографами. А тогда стихи декламировали повсюду, на бульварах, на вокзалах, в морозных цехах заводов. И это был не день поэзии, а целая ее эпоха. Помню, как в союз поэтов поступило заявление. Отряд Красной Армии, который направлялся на юг для ликвидации врангелевцев, просил прислать в казармы Маяковского, Есенина или какого-нибудь другого поэта, чтобы бойцы услышали на прощание стихи. Был суд над современной поэзией, потом суд над иммаженизмом, различные поэтические диспуты, было множество литературных школ, комфуты, иммаженисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничегоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики, выступавшие в кафе Домино или в Доме Печати. За нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время. Раскрывая теперь книги поэтов, известных далеко за пределами нашей страны, мы видим, сколько прекрасных стихотворений было написано в годы военного коммунизма. Никогда люди так плохо не жили и, кажется, никогда в них не было такого творческого горения. В домах было холодно, темно, неприглядно и вечером люди осаждали театры. На сцене кружились персонажи Гоффмана, Гоцци, Кальдерона, Шекспира, художники Веснин, Якулов, Экстер ослепляли зрителей великолепием костюмов и декораций. Романтизм был литературным направлением в первой половине девятнадцатого века. Что касается романтики, то она всегда присутствует в искусстве. Художник видит то, чего уже нет или еще не было в действительности. Мэр Хойт поставил в театре революции озеро Люль. Таиров — человека, который стал четвергом, и на сцене взвивались к небу лифты, а в Москве тогда лифты бездействовали. Ученики в Хутемассе работали над новой конструктивной формой телефонных аппаратов. Большинство номеров в городской сети было выключено. Помню, на одной из репетиций «Мистерии Буфф» в театре РСФСР-1 Маяковский, улыбая, сказал мне «Вы подождите, в последней картине мир будущего, небоскребы, электротракторы и большущие сахарные головы». Люба училась у Родченко. Он рисовал кубистические проекты киосков для газет. Сторок лет спустя в различных странах я увидел киоски, выставочные павильоны, даже жилые дома, напоминающие, разумеется, в смягченном приглаженном виде старые проекты Родченко. Лисицкий работал над макетами книги будущего. Сильнее всего меня потряс Татлин. В Доме профсоюзов был выставлен его проект памятника третьему интернационалу. Два цилиндра и пирамида вращались. Залы из стекла были опоясаны стальной спиралью. Конструктивисты любили говорить о логике, об утилитарном назначении искусства. По проекту Татлина зал, в котором должен был заседать совнарком, вращался. Это было с точки зрения утилитарной бессмысленно, и все же это было доподлинной романтикой эпохи. Я долго стоял перед большой моделью и вышел на улицу потрясенный. Мне казалось, что я заглянул в щелку и увидел 21 век. Теперь я думаю иначе. Меня поразила своеобразная красота проекта искусства вне вопросов о градостроительстве грядущего или о преимуществе индустриализированной архитектуры. Пути искусства очень сложны. Сервантес, желая высмеять рыцарские романы, создал рыцаря, который один пережил свою эпоху и на жалком Росинанте проскакал в наши дни. Бальзак думал, что он возвеличивает аристократию, а он ее хоронил. Конечно, я, как и все друзья, с которыми встречался, жадно вглядывался в будущее. Никаких газетных киосков не было, ни кубистических, ни обыкновенных. И газеты мы читали не за утренним завтраком, а на улице. Их расклеивали на стенах. Врангелевцев разбили. Гражданская война была выиграна. На субботниках люди с большим мужеством пытались победить голод, разруху, нищету. В мире происходили различные, порой противоречивые события. Реакция торжествовала. Но то вспыхивало восстание в Саксонии, то начиналась забастовка английских горняков. Индия требовала независимости. Мировая революция казалась нам не смутным идеалом, а делом завтрашнего дня. Порой, однако, мною обладевали сомнение. Я не мог понять, почему во Франции, которую я хорошо знал, после страшных лет войны, после первых солдатских бунтов, ничего, ровно ничего не происходит. О человеке порой говорят, ему не сидится на месте. Это относится к пространству. А я сейчас говорю о времени. Нам не терпелось перешагнуть в следующее столетие. Все понятия были опрокинуты. Одна из самых отсталых стран Европы очутилась впереди других. Она жила теми идеями, теми литературными и художественными концепциями, которые несколько десятилетий спустя потрясли Запад. А жизнь, я говорю о быте, была доисторической, буднями пещерного века. Все хотели все знать. Есть много книг, описывающих штурм укреплений, фартов, крепостей. А то было время, когда народ штурмовал знания. Старые женщины сидели над букварями, школьные учебники стали редкостью, как первопечатные книги, вузы были переполнены молодыми энтузиастами, нельзя было пройти на доклад или на лекцию. В аудиторию политехнического музея прорывались, как вагон полуразвалившегося трамвая. Лекторов закидывали с записками и о чем только люди не спрашивали, о забастовках в Вестфалии, о рефлексах Павлова, о супрематизме, о борьбе за нефть, о Евгенике, о рифмах Маяковского, о теории относительности, о заводах Форда, о преодолении смерти и о множестве других предметов. Товарищ Адам раздобыл уголь и княжий двор начали отапливать. По вечерам к нам часто приходили друзья, почти каждый вечер приходил Пастернак, который жил в соседнем доме. Мы спорили о мировых событиях, о поединке между футуристами и имажинистами, о живописи Розанова и Альтмана, о постановках Мерхольда. Нам хотелось перевернуть страницу истории. Я часто сбивался, противоречил самому себе. Меня восхищали города будущего, похожие на проекты Татлина. Но, будучи Павлом Савловичем, я писал «Провижу грозный город, улей, стекло и сталь безликих сот, и карнавал средь гулких улиц, похожий на военный смотр. На пустыри ложатся тени спиралей будущих времен, ярмо обдуманных равнений и рая нового бетона». Среди сугробов московских переулков, в полушубке, частично покрашенном ваксой, я ни на минуту не сомневался, что различные проекты станут действительностью и что вместо покосившихся деревянных домишек, памятных мне с детства, вырастет новое необычайный город. Будь я на 10 лет моложе, я бы восторженно улыбался. Но, родившийся в 1891 году, рядовой представитель русской дореволюционной интеллигенции, с детства запомнивший слова Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, я часто мучительно гадал, какой будет жизнь человека в этом городе будущего. Во мне боролись пафос с иронией, вера с логикой. В третьем общежитии наркомендела я как-то встретил бельгийского гостя. Он говорил о плачевном состоянии нашего транспорта и о преимуществах конституционных гарантий. Я резко возражал. Буржуазный мир обречен, голодные крестины куда привлекательнее самых пышных похорон. Он назвал меня фанатиком. А если говорить откровенно, я никак не походил на шестнадцатилетнего мальчонку, высмеивавшего Надю Львову за ее любовь к стихам Блока. Многое меня смущало, даже возмущало. Упрощенность, нетерпимость, пренебрежение к культуре прошлого, слова, которые мне приходилось часто слышать. Отчего тут туман наводить? Все ясно. Но теперь я знал, что история делается не по щучьему велению, не по своему хотенью, да и не по прекрасным романам девятнадцатого столетия. Я знал, что моя судьба тесно связана с судьбой новой России. В эту зиму мне исполнилось тридцать лет. Цифра меня смутила. Я в тоцке подумал, что ничего еще не сделал. Все было только пробами пера, примерками, черновыми репетициями. Удивительно, ритм жизни ускорился, появились авиация и кино, исторические события обгоняли одно другое, а мои сверстники формировались куда медленнее, чем люди тихого неторопливого девятнадцатого века. Бабель начал по-настоящему писать в тридцать лет. Сейфулина в тридцать два, Паустовский в тридцать четыре. А ведь Гоголь написал ревизора, когда ему было двадцать семь лет. Одно из самых изумительных произведений русской литературы, герой нашего времени, написано двадцати шестилетним юношей. Не знаю, может быть, поспешность событий и хлихорадочность не давали нам возможности призадуматься, осознать происходящее, понять себя и других. Жалеть о тех годах не приходится, даже если мы были хворостом, который подкидывали в костер, это не обидно. Костер разгорелся, он оказался куда длиннее человеческой жизни. Мне хотелось многое описать. Довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы, а главное забежать вперед. Я понимал, что не сумею это сделать в стихах. Замысел романа обрастал плотью. Как-то вспомнив рассказы Диего Риверы, я решил, что герой моего сатирического романа будет мексиканцем. Отрываясь от проектов кукольного театра, я неожиданно для себя начинал думать о главах Хулио Хоренито. Хотя Дуров не одобрял футуристов, он сам был эксцентриком, и спектакль, которым он открыл свой театр для детей, назывался «Эксцентрично». «Зайцы всех стран, соединяйтесь». Я хорошо помню его содержания. Вначале заяц приподымал деревянный переплет большой книги, на котором значилось «Капитал». Он перелистывал страницы, потом подзывал к себе других зайцев, их было не менее двадцати. В следующей картине на сцене был макет дворца, его охраняли кролики с ружьями. Из-за кулис выбегали зайцы, выталкивая игрушечную пушку. Зайцы стреляли из пушки в кроликов и, одержав победу, подымали над дворцом красный флаг. Занавес подымал и опускал медвежонок в синей блузе. Восторг детей был неописуем. Бледненькие и худые они хохотали до упаду. А после того, как падал занавес, зайцы и кролики выбегали на аванс сцену и происходило то общение зрителей с актерами, о котором мечтал постановщик Зорь. При входе дети получали кусочки морковки, ими они покоряли актеров. Спектакль продолжался полчаса, но потребовал длительной работы. Владимир Леонидович Дуров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть неправильное представление о животных. Принято, например, считать, что заяц трус и что заяц косой, значит, нужно показать, как ловко заяц стреляет из пушки. Владимиру Леонидовичу тогда исполнилось 57 лет. Он был самым знаменитым клоуном России. Мальчиком я его видел в цирке и запомнил смешного человека в ярком одеянии со множеством фантастических медалей. Да и задолго до того, как я родился, братья Дуровы были любимцами России. Чехов смеялся, глядя на фокусы дворняшки Дурова запитайки. Может быть, я видел в детстве и не Владимира Леонидовича, а его брата Анатолия, который одновремя был более популярным. Братья сначала выступали вместе, потом рассорились. Владимир Леонидович стал писать на афишах Дуров старший. Анатолий Леонидович называл себя Дуров настоящий. Он умер перед революцией и завещал, чтобы на его могиле поставили те же слова Дуров настоящий. Так или иначе, когда я познакомился с Владимиром Леонидовичем, он был Дуровым единственным. Сотрудники цирковой секции Тео зазывали его к себе, а он был увлечен зверями. Помню, как он впервые пришел ко мне. Нужно помочь устроить в его особняке на Божидомке театр для детей. Он говорил о работах Павлова, об условных и безусловных рефлексах. Казалось, что это не прославленный клоун, а почтенный профессор. Я был приглашен на одну из первых репетиций. Владимир Леонидович старался вылечить зайцев от страха. Это было нелегко. Хотя животные, по словам Дурова, повинуются различным рефлексам, а человек, если Декарт не ошибался, мыслит, следовательно, существует, между поведением людей и зверей много общего, в частности, легче запугать самого смелого человека, чем сделать из труса героя. Дуров говорил, что когда червяк ползет от цыпленка, цыпленок его пожирает, а когда червяк ползет на цыпленка, цыпленок поспешно ретируется. Есть, кстати, пословица «молодец против овец», а на молодца и сам овца, которую придумали не цыплята и не зайца. Репетиции происходили ночью. Владимир Леонидович терпеливо кормил премьера трупа милейшего зайца морковью, причем рука дрессировщика пугливо пятилась. Что касается пушки, то она откровенно убегала от зайца. Через две или три недели зайцы поняли, что они сильнее всех. Этот метод дрессировки дура называл трусообманом. Морковь играла в режиссуре величайшую роль. Она лежала между страницами книги, и чтобы получить морковь, заяц дергал шнур, который приводил пушку в действие. В ходе работы выяснилось, что кролики ничего не имеют против головных уборов, но зайцы выходят из строя, когда им напяливают на головы шапки. Владимир Леонидович уступил, и зайцы штурмовали дворец без шлемов. Морковь кто-то дурову доставлял, но медвежонку приходилось трудно. Я обратился в МПО с просьбой взять на снабжение медведя как участника спектакля. Несмотря на скудный паек, медвежонок рос, и блуза больше на него не нализала. Дуров настаивал, чтобы я выпросил ситцу на новую блузу. Напрасно я говорил, что это чрезвычайно сложно, что я потратил много времени, добывая для себя штаны, что медвежонок может выступать и без блузы. В итоге ситец мы раздобыли. Дуров тяжело переживал гибель молодого слоненка Бэби, которого он временно поместил в зоологическом саду. Угля не было, Бэби мерз, простудился и умер. Он весил около трех тысяч килограммов. Мясо роздали сотрудниками рабочим зоопарка. А Владимир Леонидович уныло повторял, вы его не видели, у него были редкие способности. Пять лет спустя он писал, погиб лучше мой честный преданный товарищ, погиб мой Бэби, дитя, которое я воспитал и в которое вложил часть своей души. Второй постановкой была сцена, которую Дуров показал впервые в начале века под названием Гаагская мирная конференция. Теперь название изменилось. За столом рядышком сидели заклятые враги волк и козел, кошка и крыса, лисица и петух, медведь и свинья. Владимир Леонидович подробно мне объяснил, как он подготовлял эту сцену. Клетка в которой сидела крыса была обвешена бубенцами и на колесиках по рельсам спускалась со стола к корзине, где находилась кошка. Шум бубенцы пугали кошку и мало по малу она начала побаиваться крысы, а крыса с каждым часом смелела. Так Дуров дрессировал и других участников спектакля. Сильные переставали быть уверенными в своей безнаказанности, а слабые вылечивались от страха. На этом сосуществование. Зиму, о которой я рассказываю, я часто видался с Владимиром Леонидовичем, старался ему помочь и пристрастился к нему. Потом мы встречались редко. На всякий раз Дуров меня забавлял, восхищал, вдохновлял. Он был одним из самых фантастических людей, которых я встретил в жизни. На цирковой арене он хотел проповедовать, учить, давал научные объяснения, твердил о рефлексах и одновременно выезжал в своем ослепительном костюме на шестерке собак или верхом на свинье. А у себя на Божидомке, куда приходили ученые Челпанов, Бехтерев, он вдруг прерывал серьезные объяснения клоунской шуткой. Был он по природе поэтом и поэзию нашел в мире четвероногих актеров. Он часто путался, говоря, с людьми. Материализм у него смешивался с толстовством, марксизм с христианством. Научные труды он подписывал дура в самоучка. Но по-настоящему легко и просто он чувствовал себя с животными. Он обращался к человеку с просьбой, пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся, страдающую. В голове Владимира Леонидовича рождались фантастические планы. В одной из книг Дурова приведен текст письма, полученного им в августе 1917 года. Морской генеральный штаб рассмотрел предложение господина Дурова о дрессировке им животных, морских львов и тюленей для целей морской войны и находит это предложение весьма интересным. Письмо подписал начальник штаба контр-адмирал. Легко догадаться, в каком состоянии находились тогда военные начальники, если они всерьез надеялись применить дрессированных тюленей против немецких подводных лодок. Потом все встало на свое место. Идея мобилизации тюленей никого не соблазняла. В 1923 году Владимир Леонидович получил командировку в Германию и приобрел там морских львов. Он ими очень дорожил, ставил их выше собак. Помню, как он привел меня к бассейну и представил, Илья Григорьевич поэт и друг животных. Морские львы вылезли, начали аплодировать своими ластами и обдали меня ледяной водой. А Дуров говорил, если бы вы видели извилины их мозга. Дуров был убежден, что люди не понимают животных. Почему говорят слепая курица? Да курица видит ястреба задолго до того, как его заметит человек. Осел упрям, ничего подобного. Осла нещадно эксплуатирует, иногда он оказывает пассивное сопротивление. Свинья чисто плотнейшее существо и в грязи выкатывается, чтобы освободиться от паразитов. Дайте ей чистое помещение, и она будет брезгливо отворачиваться от многих людей. Почему все-таки не приняли предложение об использовании морских львов против подводных лодок? Почему никто не рассмотрел проекта, как с помощью ручных орлов поджигать бомбардировщики? Нет, с людьми очень трудно. В давние годы, заболев, Дуров составил завещание. Писал, что если он умрет, то на кладбище его должны сопровождать животные. Духовенство сочло такое пожелание кощунством. Ах, люди не понимают, что у животных есть душа. Прошло 10 или 15 лет, и слово душа исчезло, душу заменили рефлексы. Но люди по-прежнему скептически улыбались. Физиологи, например, утверждали, что собаки не развлекают цвета предмета. Владимир Леонидович негодовал, все мои собаки могут отличить зеленый мяч от красного, даже начинающие щенки. Жена Дурова Анна Игнатьевна любила животных, но Владимир Леонидович мне как-то печально рассказал, что в спальню имеют доступ только обезьяны, собаки, кошки и попугаи. Барсуку или гусю вход туда запрещен. Неправильно, несправедливо. Однажды он пошел с очередной просьбой к Луначарскому, попросил подписать бумагу. Анатолий Васильевич ответил, что нужно проверить, подумать. Тогда из кармана Дурова выскочила его любимица крыса Финька и встала перед наркомом на задние лапы. Луначарский боялся крыс, крикнул «Уберите!» Дуров вздыхал «Не могу, Анатолий Васильевич, она за своих товарищей просит. Солидарность!» Десять лет спустя в Париже он пришел в кафе Куполь тоже с крысой и очень удивился, когда дамы начали истерически вопить. Он объяснял, что это крыса артистка, а его не слушали. Он шел в гости, говорил о научной работе, о прогрессе и неожиданно вынимал из кармана вместе с носовым платком сырую рыбу или кусок мяса. Все его карманы были набиты угощением для зверей. Глядя на людей, он думал о животных. Он описывает, как его той терьеры радуясь улыбаются и виляют задом и добавляет природа выражения ощущений во многих случаях одинаково. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, в особенности на балах, как молодой человек подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом. Когда он приехал с Анной Игнатьевной в Париж, мы повели их в танцульку на улице Бломе, куда приходили негры-студенты, художники, натурщицы. Владимир Леонидович внимательно следил за танцевавшими парами и вдруг радостно крикнул «Мамочка, ты погляди, трутся животами, тот же рефлекс, что у попугаев». Анна Игнатьевна рассказала моей жене «Я думала в Париже немного приодеться, но Володя купил жирафа. Жирафы очень дороги, потом его нужно везти в специальном вагоне». Владимир Леонидович обожал шимпанзе Мимуса. Он мне подробно рассказывал о его успехах. Мимус научился произносить слоги, говорит несколько слов, начинает писать. Пока твердо усвоил только букву «О», теперь я показал ему «Ша». И вот случилось несчастье. Дуров должен был поехать на гастроли в Минск. Мимуса он берег, не показывал на арене, а взял с собой, чтобы ничего с ним не случилось. Обезьяна и перед этим часто хворала. Она простудилась, схватила воспаление легких. Владимир Леонидович рассказал мне о ее конце. Она спала в моей кровати в гостинице. Самое трудное научить обезьяну быть чистоплотной в комнате. Котенок ведет себя прилично, а обезьяны рассеянные. Она знает, что ей нужно выйти, но ее отвлекает какая-нибудь забава, и вот в итоге пачкает. А Мимус никогда. Я вижу, он встает, берет туалетную бумагу, идет к ночному горшку, не дошел, умер. И в глазах Дурова показали слезы. Я говорил, что трудно было порой понять его мировоззрение, но он страстно ненавидел войну. Говорил об этом и на цирковой арене, и на научных заседаниях. В 1924 году он писал, «Советская Россия в свое время первая сделала смелый почин в деле разрушения и до сих пор открыто призывает брать с нее пример». Тяжело подумать, что с той поры прошло 36 лет, что была невиданная в истории война, и что слова Дурова кажутся выписанными из свежего номера газеты. Вся жизнь Владимира Леонидовича была эксцентрикой и поэзией. В третьем классе московской военной гимназии при экзамене по закону Божьему сын дворянина Дуров Владимир вошел в класс на руках. Экзаменаторы не знали о богомольных жонглерах средневековья и прогнали дерзкого мальчика. В старости Дуров был окружен учеными, к его книге написали предисловие профессора Кожевников и Леонтович. Казалось, что у Владимира Леонидовича общего с рыжими. Но нет, он до конца оставался артистом, проклинал арену и не мог без нее жить. Когда Владимир Леонидович скончался летом 1934 года, похоронная процессия продвигалась с божидонки к цирку. На катафалке сидела любимица Дурова шотландская овчарка Рыжка. Тысячи людей приходили, чтобы проститься с клоуном, который смешил много поколений. А собаки слушали, нюхали, ждали. Ждали морские львы, ждал ворон и напрасно повторял свое имя Воронок Воронуша. Дуров не приходил. Такого второго и не будет. В начале 1921 года я как-то ехал с ним из Тео на божидонку. Вез нас отощавший, но неунывающий верблюд. Дуров вдруг сказал мне, почему они на все отвечают клоун, клоун. Знаете, я вам скажу по секрету. Клоуны самые серьезные люди. В очень холодный зимний день я встретил на Тверской Есенина. Он предложил пойти пить настоящий кофе в таинственном месте, которое называл Кисловкой. Женщина, открывшая нам дверь, радостно защебетала, «Ах, Сергей Александрович, я вас заждалась!» Судя по безделкам на комоде, по старым английским гравюрам, она была в прошлом состоятельной дамой, а теперь держала подпольную столовую для актеров, писателей и спекулянтов. Есенин что-то шепнул ей, и вскоре на столе появились кофейник, сахарница, пирожные, даже графинчик с ликером. Я жил скорее по-монашески и не подозревал о существовании подобных заведений. Увидев, что я изумлен, Есенин обрадовался как ребенок. Ну чем не парижское кафе? Хозяйка похвалила его галстук, и он снова обрадовался. Он был в светлом пиджаке и черных лакированных ботинках. Форсил он как деревенский паренек и улыбался, когда прохожие его узнавали. Выпили мы немного. Графинчик был крохотным, но уходить из уютной теплой комнаты не хотелось. Есенин меня удивил. Заговорил о живописи. Недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Верлена даже Рэмбо. Потом он начал декламировать Пушкина. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Вдруг обрушился на Маяковского. Тит да влас, а что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия. Меня его слова не удивили. Незадолго до того я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего. Он проживет до 80 лет. Ему памятник поставят. Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия. А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают, и все-таки я с ним не поменяюсь. Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении, и нехотя признал, что Маяковский поэт только неинтересный. Он начал спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир? Не брезгал балаганом, а создал Гамлета? Это не Тит и не Влас. Он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас. Он снова декламировал Пушкина, говорил, написать бы одно четверостишее такое, и умереть не страшно. А я обязательно скоро умру. На улице, когда мы прощались, Есенин сказал, «Поэзия не пирожная, рублями за нее не расплатишься». Эти слова я запомнил, они меня поразили. В тот день я впервые увидел Есенина. А познакомились мы раньше, и стихи его я давно любил. Осенью 1917 года в Петрограде меня позвала к себе молодая поэтесса Шкапская, которую я знал по Парижу. За столом сидел Клюев в крестьянской рубахе и громко пил чай из блюдца. Он мне сразу показался актером, исполняющим в тысячный раз затверженную роль. Разговор истекал, когда пришел новый гость, молодой красивый паренек, похожий на Леля из оперы. Улыбаясь, он представился «Есенин, Сергей, Сережа». У него были глаза ясные и наивные. Мария Михайловна попросила его почитать стихи. Я понял, что передо мной большой поэт. Хотел с ним поговорить, но он, поулыбавшись, ушел. Потом мы несколько раз встречались в Москве, говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева, он менял роли. Говорил то о бендоклаве, то о динамичности образа, то о скифстве. Но не играть не мог или не хотел. Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику, «Я уж не знаю, как у вас, а у нас в Рязанской». В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха, и мир сгорит. Он подарил мне свою книгу с такой надписью, «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю, Эренбургу на добрую память от искренне любящего Есенина». И вот после долгой беседы на Кисловке я увидел подлинного Есенина. Скольких он разыгрывал! Иванов Разумник, прослушав его иномию, восхищался, «Вот подлинный революционный субъективизм!» Различные скифы считали Есенина выразителем своей идеологии, и я помню, как в Берлине Шрейдер доказывал, что призыв Есенина «Господи, отелись!» потрясет буржуазную Европу. А молодые поэты видели в Есенине создателя новой поэзии. Иммаженизм подавался не как одно из многочисленных литературных направлений, но как скрижа Лизавета. Неправильно было бы думать, что Есенин обманывал или, если угодно, мистифицировал других. Часто он разыгрывал самого себя. Различные чувства обуревавшей его требовали формы, и тогда он уступал себе, из тоски делал программу, из душевного смятения, литературную школу. Он был на репкость счастливым. Маяковский подчинял свои настроения идее. Есенин мог, как он раз признался мне, валять дурака в домино или в стойле пегаса, но писал он, не задумываясь, как ему в ту минуту хотелось. Признав в конце свое духовное поражение, он говорил, «Приемлю все, как есть все принимаю, готовить и по выбитым следам, отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам». Маяковскому пришлось бороться с непониманиями и вздевками одних, душевным холодом других, а Есенина понимали и любили при жизни. Была в его стихах та искренность, то необыкновенное звучание, которое покоряли даже людей против него настроенных, слыхавших о его нелепых кабацких похождениях. Он мечтал о славе, и он ею присытился. Когда ему было 25 лет, он в стихах обращался к своим родителям, «О, если бы вы понимали, что сын ваш в России самый лучший поэт!» Его полюбила знаменитая актриса Айседора Дункан, на танце которой я с восхищением смотрел в гимназические годы. Он обрадовался ее нежности, как мировому признанию. Он хотел поглядеть мир, и одними из первых пронесся по всей Европе, увидел Америку. Женщины в него влюблялись, старые негры и парижские сорванцы ему сочувственно подмигивали. Горький плакал, когда он ему читал стихи. Он делал все, что ему хотелось, и даже строгие блюстители советских нравов глядели. Глядели сквозь пальцы на его буйные выходки. И трудно себе представить человека более несчастного. Он нигде не находил себе места, тяготился любовью, подозревал в кознях друзей, был мнительным, неизменно считал, что скоро умрет. Я знаю объяснение досужих обывателей, спился, но ведь нельзя принимать следствие за причину, почему он спился, почему надорвался в самом начале жизненного и поэтического пути, почему столь неподдельной горечи даже в его ранних стихах, когда он не пил и не буянил. Говорят, что при Непе выползли из щелей подонки, и тогда родилась Москва Кабацкая. На исповедь хулигана написано до Непа, в ту зиму, когда Москва напоминала фоланстер или монастырь со строгим уставом. Почему Есенин повесился в возрасте тридцати лет в зените славы, не услышав даже далеких шагов старости? Мне приводилось читать, что драма Есенина в его расхождении с эпохой. А по-моему, дело не в эпохе. Конечно, Есенин жил в очень трудные годы и не раз огрызался на время, но не раз он и объяснялся этому времени в любви. Революцию он принимал на свой лад. В 1921 году его еще прельщала стихия бунта. Он мечтал написать поэму «Гуляй поле». Мы с ним встретились незадолго до моего отъезда в Париж. Он подарил мне свою книгу «Трирядница» и сделал на ней такую надпись «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его. На снегах нашей Родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и этих». Это было весной 1921 года. Кажется, к тому времени все успели позабыть про скифство, на Есенину все еще мерещилась озорная вольница, которая носится на резвых конях по всей нашей планете. Прошло 40 лет, Есенина у нас читают, любят, и никому не придет в голову задуматься над запутанным мотком его политических идей. Он писал в 1920 году «Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем». А пять лет спустя, незадолго до смерти, признавался, что на корабле он был не парусом, но одним из пассажиров. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Теперь года прошли, и я в возрасте ином, и чувствую и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином. Хвала и слава рулевому! Он промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил. Он писал в письмах, «Мой цилиндр, и шитое берлинским портным манто, привели всех в бешенство. Такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют и опять фокстрот». Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромэн Ролан, и Чаплин, и много другого. Но состояние Есенина мне понятно. Дело не только в любви к березкам, о которой много писали, дело и в том, что он издали увидел во весь рост народ, ринувшийся к будущему. Вернувшись в Россию, он попытался сделать выводы. «Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация, однако я очень не люблю Америку. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Он напечатал в газете очерк наивный и беспомощный, но Америку окрестил необычайно точно «железным миргородом». Нужно напомнить, что было это в 1923 году, когда Лев прославлял красоту нью-йоркских небоскребов, когда был в моде НОТ, научная организация труда, за два года до поездки в Америку Маяковского. Есенин был прежде всего поэтом. Исторические события, любовь, дружба, все это отступало перед стихами. Он обладал редким певческим даром. Для зоолога соловей одна из птиц отряда воробьиных, но никакие описания птичьей гортани не могут объяснить, почему пение соловья издавна чаровало людей во всех краях мира. Никто не может объяснить, почему нас строгают многие стихи Есенина. Бывают поэты, полные высоких мыслей, блистательных наблюдений, страстных чувств, которые десятилетиями осваивают искусство передать другим свое духовное богатство. А Есенин писал стихи только потому, что родился поэтом. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Глубокая грусть была свойственна поэтическому голосу Есенина. Ее нельзя приписать эпохи, даже если она много эпохи приписывала. Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях, только мне, как псаломщику, петь над родимой страной Аллилуйя. Он сам знал, что в его тоске, в его одиночестве никто не повинен. Кого позвать мне, с кем мне поделиться той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница, бревенчатая птица с крылом единственным стоит, глаза смежив. Я никому здесь не знаком, а те, что помнили, давно забыли. Такие чувства могут возникнуть в любую эпоху. Может быть, поэтому стихи Есенина не стареют. Охувял головы мои куст, засосал меня песенный плен, осужден я на каторге чувств, вертеть жернова поэм, или и уже говорю я не маме, а в чужой их охотящий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтрам все заживет. Когда написаны эти строки? Сорок лет назад? Сто лет назад? Вчера? Не знаю. Не имеет значения. В годы войны я часто слышал от молодых лейтенантов, попавших на передний край прямо со школьной скамьи, да и теперь мне говорят молодые, люблю Есенина. Мне это понятно. Молодые, если они не поэты и не особые любители поэзии, когда им радостно, легко на душе, редко берут с полки томик стихов. Они идут на матч футбола, танцуют, гуляют с девушками, слух мечтают или жарко спорят. Стихи им нужны в часы печали. И тогда на выручку приходит Есенин, который давно умер и о котором они ничего не знают, кроме самого важного. Он писал чудесные стихи. Он не писал о том, как делать стихи, никогда не приравнивал труд поэта к производству, но смешно уверять, что он был наивным песенником. Да и были когда-нибудь такие. Пять веков ходила легенда о бесхитростном поэте Франсуа Вионе, пьянице и преступнике, который писал, как ему Господь Бог на душу положит. Недавно Трестант Цара сделал открытие. Заключительные строки баллад Виона шифрованные, в них поэт рассказывает правду и о своих любовных горестях, и о своих преступлениях. Нужно воистину великое мастерство, чтобы строки, где каждая пятая или седьмая буква шифр показались естественными, чтобы никто не догадывался о трудностях шифровальщика. Есенин много раз говорил мне, что подолгу работает над стихом, черкает, рвет. Маяковский о нем сказал «звонки за булдыга подмастерье». Есенин писал «Я пришел как суровый мастер». Прав был Есенин, за булдыгой он стал от печали, звонким никогда не был, а вопрос о звании мастер или подмастерье разрешен временем. Есенин не раз себя называл хулиганом, но в одном он был почтителен, ценил мастерство. На что уж чушь ему был Брюсов, но узнав о смерти Валерия Яковлевича, Есенин написал «Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него, все знаем, какую роль он играл в развитии русского стиха». Поэзия Есенина мягка, человечна, нет в ней ни жестокости, ни душевного холода. Его стихи о собаке, у которой утопили щенят, написаны в годы войны, когда люди уже начали привыкать к равнодушию. Незадолго до самоубийства он написал стихотворение «Черный человек». Образ, видимо, навеян Пушкиным «Черный человек преследует Моцарта». Но «Черный человек Моцарта смерть». А Есенин узнал и угрызение совести. «Черный человек жесток». Он напоминает, был он изящен, к тому уж поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силою, и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою. «Слушай, слушай», хрипит он, смотря мне в лицо, сам все ближе и ближе клонится, «Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей». В жизни он бывал и нежен, трогателен и несносен в буйстве душевного разора. Я видел его мягким, спокойным, внимательным, видал и в состоянии граничившим с помешательством. Мне не хочется рассказывать о том, что имеет большее отношение к патологии, чем к душевной структуре поэта. В Берлине несколько раз я встречал его с Айсидорой Дункан. Она понимала, что ему тяжело, хотела помочь и не могла. Она была почти вдвое старше Есенина. Обладала не только большим талантом, но и человечностью, нежностью, тактом, но он был бродячим цыганом. Пуще всего его пугала сердечная оседлость. Рядом с ним всегда бывали его спутники и маженисты, кусиков с гитарой или крестьянские поэты, как будто сошедшие с лакированных коробок палиха. Поэтов оттесняли просто пьяницы, довольные тем, что допущены к столу знаменитого человека. Если футуризм, несмотря на желтую кофту и на лорнетку бурлюка, был большим художественным и общественным явлением, то и маженизм мне всегда казался наспех сделанной вывеской для группы литераторов. Есенин любил драки, и как в гимназии греки дрались с персами, так он охотно пошел к маженистам, чтобы драться с футуристами. Все это даже не страница его биографии, а несколько сносок, способных заинтересовать только литературоведа. Обиднее всего было видеть возле Есенина людей глубоко случайных, ту окололитературную банду, которая любила, да и поныне любит, пить чужую водку, греться у чужой славы, прятаться за чужой авторитет. Но не потому Есенин дошел до гибели, что вокруг него окружилась эта черная мошкара. Он ее к себе притягивал, он знал ей цену, но в том состоянии, в котором он находился, ему было легче среди людей, им презираемых. В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он был в плохом виде, хотел уйти, бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал, а он уныло повторял, ну пусти, я ведь не против тебя, я вообще. В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки. Как не любить мне вас цветы, я с вами выпил бы на ты, шуми левкой и резида, с моей душой стряслась беда, с душой моей стряслась беда, шуми левкой и резида. Все понимают, что левкой не дуб, и резида не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо. А почему хорошо объяснить невозможно. Такова поэзия. И вспоминая Есенина, я всегда думаю, был поэт. Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне приходят в голову пушкинские стихи. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр, стал актером в провинциальной труппе, оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил балаганчик блока, Таиров играл роль голубой маски. Но Таирова еще не было. В 1914 году он организовал камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Конен. Таирову тогда было без малого 30 лет. Он боролся за театр, который ему казался самым передовым. Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений. Искал. Неутомимый работал с утра до поздней ночи. У камерного театра было много друзей, много и недругов. Если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет недруги повторяли «Он де Богу не молился, он не ведал де поста». В 1949 году недруги победили. Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было 64 года. Год спустя он умер. В ту зиму, о которой я пишу, Таиров показал принцессу Брамбиллу, прошедшую с большим успехом. Он начал работать над Федрой. Выпустил книгу «Заметки режиссера», в которой отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра и от Мерхольда. Он был окрылен, и печальные встречи конца сороковых годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет. Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене. Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриенны Лекуврер. Сентиментальную мелодрамму скриба Таиров превратил в трагедию. Игра Алисы Конен потрясала зрителей. Это может показаться удивительным. Разжалобить людей тогда было трудно, к смерти все пригляделись. Смерть Адриенны трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе скриба, а преображенной искусством, не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвредики и Леофелии. Таиров хорошо понимал две формы театрального представления — орликинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний. Были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты 21 века. Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтики. Это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благоразумии. Но вспомним, даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры. Без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику. Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывает. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари. Он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали. Они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таеров знал, что такое искусство и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил, театр должен стать театральным. На первый взгляд это нелепо, как вода должна быть жидкой. Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия зрелища. А Таеров не верил ни в описательную поэзию, ни в литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стену. Таеров не отрицал ни значения драматурга, ни роли художника, но он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному, театру. Вначале он отдал дань декаденству, поставил Соломею. Этой пьесой увлекался не он один. Таеров ее поставил в 1917 году, Марджанов в 1919. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таерову Соломею не хотели простить. Между тем декаденством переболели в свое время многие. Я слышал, как Луначарский в 1909 году восхищенно декламировал самые найдекадентские стихи Баймонта. Брюсов не только писал в молодости декадентские эротические стихотворения, не только вешал на стены Робса, он восторгался поэзами Игоря Северянина, который хоть и называл себя эгофутуристом, был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене художественного театра стоял декаденский некто в сером и, как чревовещатель на ярмарке объявлял «человек родился». В малом театре ставили ту самую злополучную Соломею. Все это очень быстро забылось, но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь, а когда он лежал в гробу, на гражданской панихиде один из режиссеров по бумажке еще припоминал его былые заблуждения. Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начинал перечислять постановки. Это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастной звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. Я встречал много людей, страдавших от того, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя. Нежного юношу Тита, опытного инженера Кайна, кокетливую девушку Конституцию. В 1914 году слово камерный звучало как студия. Она указывала, что молодой театр, преисполненный дерзаний, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось, и в течение 30 лет недоброжелатели его обыгрывали. Камерный значит интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов. Название театра для многих было непонятным. Александр Яковлевич рассказывал, что в каком-то сибирском городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля, у вас только камерники или есть вольно-наемные? Считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности. Таирова ценили и защищали многие, и Луначарский, и старые актеры малого театра, и Кольцов, Правде, и рядовые зрители. Луначарский, восхищаясь постановкой Федора, писал, что во многом камерный театр приблизился к старому театру середины девятнадцатого века, к великолепному Каратыгину. Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Мунес-Юлли, который, наверное, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гагатал над игрой Мунес-Юлли, я был мальчишкой, не понимавшим, что такое искусство. Прошли годы, и вот я увидел Алису Коунын в Федре. Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. Может быть, нечто подобное почувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения. Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине. Видел восхищение зрителей. Таир осмелился повезти во Францию Росиновскую Федру и победил. Антуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кукто и Жан-Ришар Блок восторженно отзывались о спектаклях Камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра Кабуки. Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется развитием культурных связей. Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Колнен. Эта добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей. Кто раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. она как будто пришла в театр из другого века, не знала прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела, но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтались инженю, первые любовники, комические старухи, резонеры, и вдруг пришла актриса трагедии, и пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или семейных драм. Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера, разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни, когда он переживал большое горе, он аккуратно шел за кулисы, перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров. Признаюсь, я не театрал, но я не могу забыть многих спектаклей в камерном, от давней принцессы Брамбиллы до госпожи Бовари, поставленной в 1940 году. За них я признателен Таирову и Коанн. Они меня часто поддерживали своим мастерством, они меня поддерживали и своей дружбой. Я знал черный ход в камерный театр, квартиру, где они жили, любая обида смягчалась их участием и лаской. В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины, ждал работы, но ее не оказалось. В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал, когда на улицах Москвы появились наконец первые афиши с заголовком камерный театр, то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно был, а не мираж. В последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько выходил из дому. Беспокоясь за него, близкие проследили, куда он идет. он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, и внимательно их разглядывал. Афиши камерного театра не было. Как-то зимой, раздобыв несколько листов бумаги, я попытался начать тот роман, о котором давно мечтал. Написав несколько строк, я порвал лист. Время не благоприятствовало романам. Дело не в холоде и голоде, хотя, признаться, я часто мечтал о куске мяса. Дело даже не в различных заседаниях, на которых мы просиживали дни. Слишком близки и слишком грандиозны были события. Романист не стенографистка. Ему нужно опомниться, подумать, отойти на несколько шагов или на несколько лет от того, что он хочет описать. Кажется, в 1920-1921 годах в России не было написано ни одного романа. То были годы стихов и литературных манифестов. Я думаю сейчас о писателях моего поколения Васейфулиной, Фурманове, Лавриневе, Полстолском, Малышкине, Федине, Бабеле, Тынянове, Пельняке. Они демобилизовывались, выполняли различные задания, кочевали, правили чужие статьи, заседали, читали лекции. За крупные произведения почти все сели позднее. Роман, пережитый, продуманный, но неописанный, способен извести. Мне казалось, что стоит мне сесть в каком-нибудь парижском кафе, попросить у официанта кофе, несколько бутербродов, бумагу, и книга будет написана. Я хотел написать сатирический роман, показать довоенные годы, войну, революцию, но последняя глава была закрыта туманом. Как я ни старался, я не мог себе представить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен быть завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж. Я много думал о книге, я думал не только о ней, моя молодость прошла в Париже, я полюбил этот город, оставил там много друзей, порой я тосковал по Парижу и не хочу об этом умолчать. Однажды я рассказал про это моему давнему другу по подпольной большевистской организации, рассказал не как о реальном пожелании, а скорее как о мечте и очень удивился, когда меня вызвали в наркоминдел и предложили заполнить анкету. Хотя я жил в третьем общежитии наркоминдела, я никогда не заглядывал в дом, куда привез осенью тюки с печатями. Не знаю, чем занимались многочисленные сотрудники этого комиссариата, некоторых я встречал в коридорах общежития. Наверное, заседали. Ведь дипломатических отношений с другими государствами в ту пору почти не было. Потерпев поражение в попытках низвергнуть советскую власть, правительства западных держав пытались убедить, если не себя, то других, что России нет. Германская республика признала существование советской России только в 1922 году, Англия и Франция в 1924, о Соединенной Штатах в 1933. Приемной наркомендела бушевала немолодая, но чрезвычайно темпераментная женщина. Она истерзала секретаря наркома, а потом почему-то накинулась на меня. Они не имеют никакого права. Можете спросить любого адвоката. У меня швейцарский паспорт, я не позволю со мной так обращаться. Я не буржуйка, я служила гувернанткой, меня нужно ограждать. Конечно, у меня сбережения в золоте, я не сумасшедшая, чтобы держать бумажки, когда они каждый день падают. Я напишу в Берн, я этого так не оставлю. С трудом я от нее освободился и сел за анкету. На вопрос о цели моей поездки за границу я ответил, хочу написать роман. Секретарь улыбнулся и заставил меня все переписать. Он продиктовал художественная командировка. Прошло еще несколько недель и комендант общежития товарищ Адам сказал, что меня вызывают ЧК. Увидев мое волнение, он добавил, с главного подъезда к товарищу Минжинскому. Минжинский был болен и лежал на чересчур короткой кушетке. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, не путался ли я с врангелевцами. Но он сказал, что видел меня в Париже, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил, что хочу написать сатирический роман. Поскольку разговор зашел о литературе, я поделился с ним сомнениями. Печатается слишком много ходульных стихов, литературе. А вот блок замолк. Минжинский иногда улыбался, кивал головой, иногда хмурился. Вдруг я спохватился. Человек занят, да еще плохо себя чувствует, а я затеял дискуссию, как в доме печати. Минжинский сказал, мы-то вас выпустим. А вот что вам скажут французы, не знаю. Я получил заграничный паспорт с латвийской визой. Такой же паспорт дали моей жене. Был яркий весенний день, сугробы оседали, рушились, ползли, капало с крыш, звонко кричали мальчишки. Весна в Москве необычайна, ничего подобного не знает житель благословенного юга. Это не смена времен года, а исключительное событие в жизни любого человека. И хотя сегодняшняя Москва мало напоминает ту, по которой я шел в апреле 1921 года, весны те же, одна похожа на другую, и каждая ни на кого и ни на что не похожа. Нужно пережить длинущую зиму, в декабре просыпаясь зажигать свет, мерзнуть, видеть землю неизменно закутанную в саван, нужно в марте слепнуть от метелей, для того, чтобы по-настоящему оценить оттепель, ледоход, шумные новоселье жизни. Именно в такой буйный солнечный день, возвращаясь в княжий двор с заграничным паспортом, я вдруг задумался. Вот я уезжаю. Трудно было оторваться от московской жизни, может быть, потому что эта жизнь была очень трудной. После того, как Мерхоид ушел из Стео, заседание в детской секции, где мы продолжали по инерции разрабатывать различные проекты, начали мне казаться бессмысленными. Куда разумнее попытаться написать роман. И все же мне было трудно уехать. Я понимал, что настоящая жизнь здесь, в Москве. В тот ли день, или в один из последующих, не помню, но было это незадолго до отъезда. Я долго и настойчиво убеждал себя, пора подвести итоги. Подвести итоги это было одной из последних наивностей уходившей молодости. Я не знал, что мне понадобится ни час и ни два для того, чтобы осознать все значение тех лет, когда я метался по неприветливым улицам Москвы, по раскромсу и растерзанной России, воспитывал мофиктивных детей, спорил о левом искусстве, отчаивался, шутил, голодал, добывал хлеб или махорку. Мы все тогда говорили в стихах или в прозе об исторической эпохе. А живя изо дня в день, эпохи не видишь. Деревья заслоняют лес, и лес не дает возможности разглядеть отдельное дерево. Сейчас мне хочется оглянуться назад, задуматься над давнишним клубком надежд и сомнений. Я говорил, что история делается не по шчучьему велению. Она делается и не по той безупречной логике, которая сильна наука. Мальчишка я часто слышал в кружке Смедовича, что путь к социализму откроет пролетариат передовых индустриализованных стран. В 1946 году один рабочий, проживавший в Железном Миргороде, или, говоря точнее, Детройте, сказал мне, почему вы все время говорите об американских капиталистах, о монополиях, об эксплуатации? Вы думаете, мы не знаем этого? Знаем. Но нам с нашими капиталистами живется лучше, чем вам без капиталистов. Отсутствие классового сознания? Конечно. Но не только это. Другое отношение к жизни кует благополучие, страх перед подвигом, перед жертвами, перед неизвестностью. Так или иначе, первым государством, где победила социалистическая революция, была Россия с ее отсталой промышленностью. Из трех граждан молодой Советской Республики двое вместо подписей ставили крестики. В 1918 году мне привелось побывать в деревнях Московской и Тульской губерний. В избах можно было увидеть кресла, обитые плюшем, граммофоны, даже пианино, вывезенные из усадеб или полученные от горожан за мешок картошки. А люди еще жили жизнью дореволюционной деревни, описанной Чеховым и Буниным. Было много жестокости, невежества, темноты, жгли библиотеки, ненавидели горожан дармоеды, иные радовались, что города умирают от голода. Может быть, этим частично объясняется смятение, порой обладевавшее интеллигенцией и нашедшее свое выражение в статьях Горького. Молодежь, пришедшая в город и захваченная вихрем событие, легко воспринимала упрощенные идеи крайних пролиткультовцев, будущих напостовцев. Мне не раз приходилось слышать, чего усложнять? Интеллигенщина, гниль, газету читал, значит, ясно. А почему, зачем, буржуйские разговоры, нечего голову ломать. Осенью 1920 года Владимир Ильич Ленин обратился к комсомольцам с такими словами. Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно. Я говорил о жажде знания, которое тогда охватило миллионы юношей и девушек. Народ раскрыл букварь. Нужно сказать и о тех, кто учил грамоте, кто читал лекции по истории или по геологии, кто спасал книги от огня, отстаивал здания музеев и, голодая, может быть, сильнее всех защищал культуру, о русской интеллигенции. Я говорю, конечно, не о той ее части, которая уехала за границу и там пыталась опорочить свой народ, но об интеллигенции, принявшей Октябрьскую революцию и в то же время полной сомнений. Когда перечитываешь первые рассказы Всеволода Иванова, Малышкина, Пельняка, Огнева, ранее стихи Тихонова, становится ясным, что эти сомнения вытекали из той жажды критически подойти к фактам, о которых говорил Ленин. На Страстной площади висел плакат «Да здравствует электрофикация!» Под этим плакатом Есенин однажды прочитал мне монолог Пугачева «Оазия, Азия!» Голубая страна, обсыпанная солью, песком и звездкой. Там так медленно по небу едет луна, поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой. Но зато кто бы знал, как бурливые гордо скачут там шерстожелтые горные реки? Не с того ли там свищут монгольские орды всем тем диким и злым, что сидит в человеке? Уж давно я, давно я скрывал тоску перебраться туда, к их кочующим странам, чтобы разящими волнами их сверкающих скул стать к преддверьям России, как тень Тамерлана. Стихи были хорошие, но я сейчас думаю не о стихах. По стране рыскали банды, в деревнях обстреливали продотряды, поля стояли незасеянными, возле вокзала уже бродили беспризорные дети, города голодали, смертность быстро возрастала. Все это кажется теперь давней историей. Голубая Азия увлечена индустриализацией, и ей помогает в этом Советский Союз. Если еще в конце 30-х годов некоторые западные политики называли наше государство колоссом на глиняных ногах, то вскоре они убедились, что ноги у колосса вполне доброкачественные. Недавно мне рассказали анекдот, который ходит по Нью-Йорку. Один американец говорит своему приятелю, «Какой ужас!» утверждают, что русские похитили у нас секреты нашей атомной промышленности. Приятель отвечает, «Но это замечательно!» «Теперь они отстанут от нас на пять лет!» Этим летом в моем саду цвели чудесные рудбеки, большие и яркие, как звезды древних мозаик. Семена я купил в Париже у знаменитого Вильморена, и назывались они русским словом «Спутник». Когда я гляжу на Москву, я не могу себе представить, что это город, где прошло мое детство. Едешь к Внукову и каждый раз дивишься. Растут уже не дома, а улицы, кварталы. Конечно, у нас умеет лучше сделать реактивный самолет, чем обыкновенную кастрюлю. Научатся делать и кастрюли, но теперь западные политики только говорят, что о баллистических ногах колосса. По своей природе я принадлежу к людям, которых называет Фома неверный. Прилагательные может сбить с толку. Фома был очень верным и по христианской легенде стойко перенес пытки, но он был неверящим на слово, захотел проверить правильность того, о чем ему рассказали, то есть критически подойти к факту. В те годы, на которые я сейчас размышляю, 1920-1921, у меня было немало сомнений, но эти сомнения не походили на разговоры людей, считавших, что Россия разваливается, что придут варяги, носители порядка, что дело закончится умеренно либеральным буржуазным строем. В одном я не сомневался, в победе нового социального строя. Быт был страшен, пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии, но я, как и все люди, с которыми я дружил, знал, что народ, победивший интервентов, победит и разруху. Несколько месяцев спустя я сел за свой первый роман. Хулио Хуринита, рассказывая о необычайном городе будущего, стальном, стеклянном и организованном, восклицает «Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом, ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решается скрепить своей кровью». Сомнения мои были связаны не с мыслями о доме, а с мыслями о людях, которые будут в этом доме жить. В пьесе Юрия Алиши героиня составляет два списка. В один она заносит благодеяние революции, а другой ее преступления. Потом она осознает свою ошибку, и пьеса заглавлена «Список благодеяний». Я таких списков не составлял ни на бумаге немысленно. Жизнь сложнее начальной логики. Многие преступления могут привести к благодеяниям, и есть благодеяния, чреватые преступлениями. Говоря о теневых сторонах нашей жизни, порой добавляют пережитки капитализма. Иногда это верно, иногда нет. Яркий свет усиливает тени, и хорошее может сопровождаться некоторыми дурными последствиями. Возьму наиболее примелькавшийся пример бюрократизм. О нем писал Владимир Ильич Ленин, и о нем продолжает говорить наши газеты 40 лет спустя. Разве бумажная водянка, гипертрофия регистрирующих, обсуждающих, проверяющих, скрепляющих это только пережитки? Разве такое заболевание в итоге оно может и должно исчезнуть, не связано с развитием организации, учета, контроля производства, то есть с вещами прогрессивными и правильными. Помню, как уборщица военно-химической школе, молодая деревенская девушка, пела частушку. «Наживу себе беду, сортир без пропуска пойду. Я бы пропуск рада взять, только некому давать». Я засмеялся, потом задумался. рабочий хорошо знает, что машина, даже самая сложная, сделана человеком и человеку служит. В 1932 году я был на строительстве кузнецкого комбината. Люди, пришедшие из деревни, глядели на машины с ненавистью и с благоговейным ужасом. Одни ломали станки, если машина не работала, они налегали в сердцах на рычаги, как хлистали в деревне замученного конягу. Другие почтительно называли доминную печь домной Ивановной, Мартеновскую дядей Мартыном. Конечно, я прежде всего думал о судьбе искусства. Диаграмма, висевшая в кабинете Брюсова, меня не только удивила, но и напугала. Литература была квадратами, кругами, ромбами, винтами огромной машины. Однажды я поделился Слоначарским моими сомнениями. Он ответил мне, что коммунизм должен привести не к однообразию, а к многообразию, что творчество художника нельзя подогнать под один образец. Анатолий Васильевич говорил, что есть держи-морды, которые не понимают природы искусства. Год спустя он написал статью в журнале «Печать и революция», и в ней прибег к тому же определению. Говоря, что в переходное время необходима цензура, он продолжал. «Человек же, который скажет, долой все эти предрассудки о свободе слова, нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной социализированной социалистической жизни. Тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потереть, сущности сидит, держа морда, и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать. Еще не было журнала на посту, еще устраивались одновременно выставки художника в различных направлениях, от Бродского до Малевича, еще Мейерхольд не истоствовал неподалеку от художественного театра, а мне все мерещилась диаграмма с квадратами и ромбами. Мы осторожно, как рыбу, ели восьмушку колючего хлеба. Полонская писала, «Но грустно мне, что мы утратим цену друзьям смиренным, преданным, безгласным, березовым поленьем, горсти соли, кувшину с молоком и небогатым плодам земли, убогой и суровой». В те годы мы все были романтиками, хотя и стыдились этого слова. Я спорил не с эпохой, а с самим собой. В моих мыслях было много путанного. Я ведь стоял за индустриальную эстетику, за планированную экономику, ненавидел хаос, лицемерие, позолоту капитализма. Его я знал не по книгам. Но не раз я спрашивал себя, что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров. Не подменят ли усовершенствованные машины, восхваляемые мною, искусство? Не подавит ли техника порой смутных, но дорогих людям чувств? Сорок лет спустя я напечатал в «Комсомольской правде» письмо ленинградской девушке, которая рассказывала о превосходном инженере, презирающем искусство, равнодушном к трагедии Глезоса, сухом к матери и к товарищам, считающим, что любовь в атомный век анахронизм. В той же газете я прочитал письмо специалиста по кибернетике. Он издевался над девушкой, способной плакать в подушку над людьми, которые в наше время восхищаются музыкой Баха или поэзией Блока. Многие из моих сомнений 1921 года были наивными и опровергнуты жизнью. Многие, но далеко не все. Пуще всего я боялся равнодушия, механизации не производства, а чувств, захерения искусства. Я знал, что лес вырастет и думал о судьбе живого теплого дерева, с его сложной корневой системой, с причудливыми ветвями, с кольцами сердцевины. Может быть, такие мысли приходили ко мне, потому что в 30 лет я готовился сдать экзамен на право называться писателем. Конечно, я не знал, какие трудности меня ждут, но мне было ясно, что дело не только в том, как построить роман или как отчеканить фразу. В одном из писем Чехов говорил, что дело писателя — ступаться за человека. Это звучит просто, и это очень трудно. Время тогда шло быстро, а поезда ходили медленно. До Риги мы ехали долго, можно было многое передумать. В соседнем купе разместились наши дипкурьеры. Я поглядел на мешки с сургучными печатями и улыбнулся. У нас был только ободранный чемодан, а в нем журналы «Уновис», «Искусство коммуны», «Художественное слово», книги Маяковского Есенина Пастернака. Когда, наконец, мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам, товарищи, скоро латвейская граница, там буфет, помните о советском престиже, не набрасывайтесь на еду. Я решил не выходить из вагона. В Ригу мы приехали вечером и, втащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе, «А теперь в ресторан». Я оглядывался, как будто шел на нелегальную явку. Неудобно, скажут, советский гражданин только приехал и сразу ужинать. Не знаю, были ли порции большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половину бифштекса. Мне стало грустно. Вот кусок мяса, о котором я столько мечтал, а я не могу больше есть. Нелегко было унять психологический голод. Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной, разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки. Так смотрят любители на редкие безделки в витрине антиквара. Я изучал меню, вывешенные у входа многочисленные рестораны. Названия блюд звучали как стихи. Я захватил с собой паспорт, выданный мне представителем Временного правительства в 1917 году, чтобы доказать французам, что я проживал в Париже. Документ этот успел обветшать и напоминал музейный экспонат. Когда я протянул французскому консулу советский паспорт, он отдернул руку, как будто я совал ему раскаленный утюг. Рваную бумажку он прочитал и сказал с отвращением, вы были политическим эмигрантом? Это не рекомендация. Он спросил, чем я занимался в Москве и почему хочу направиться в Париж. Я ответил добродушно, что последние месяцы я помогал дурову дрессировать кроликов, а в Париже собираюсь написать толстую книгу. Консул мрачно сказал, не думаю, что вы ее напишите в Париже. Я отправил письма друзьям, жившим в Париже. Просил похлопотать о визах. Я успел отъесться и перестал разглядывать колбасы. Знакомых в Риге у меня не было. Зарядили холодные дожди. Однажды пришел печальный человечек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник стихов раздумья. Иногда я заходил в наше посольство, читал правду, спорил с секретарем, которому нравились им и женисты. Французский консул мне отвечал однообразно, как я и думал, для вас ничего нет. Визы пришли, когда я потерял надежду. Консул наотрез отказался поставить их на советские паспорта и выдал особые пропуска. Я пошел в немецкое консульство, чтобы получить транзитные визы. Консул очень удивился, что я, будучи советским гражданином, получил французскую визу. Это показалось ему подозрительным, и он сказал, что не может пропустить нас через Германию. Пришлось выбрать очень сложный маршрут на пароходе до свободного города Данцига, оттуда морем в Копенгаген и дальше через Лондон в Париж. В Данциге нас выпустили в город. На узких средневековых улицах толпились спекулянты, торговавшие различной валютой. Датчане нас задержали и посадили в машину. Я решил, что нас везут в тюрьму, но отвезли нас в баню, и пока мы мылись, одежду подвергли дезинфекции. Это можно было объяснить. В России еще свирепствовал тиф. А вот в Лондоне полицейские меня приняли за сумасшедшего, только потому, что на вопрос, как нам удалось бежать из России, я ответил, что мы уехали с заграничными паспортами. В следующих частях моей книги я расскажу о жизни Западной Европы в годы после Первой мировой войны. А когда я ехал из Москвы в Париж, мне было не до наблюдений. Хотя я хорошо знал Запад, все меня ошеломляло. Вещей было слишком много, люди казались сонными и равнодушными. В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация, пели и жевали бутерброды. Перед ратушей объявшиеся голуби, казалось, не могли взлететь с земли. Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах люди толпились у ловчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду. В Лондоне имелись тоже дворец и тоже часовые в огромных шапках. В гайдпарке какой-то крикон объяснял прохожим, что в Филме и в Вильно нарушены права человека и что британцы должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на улицах Феодосии и пошел дальше. Наконец я добрался до Ротонды. Все было на месте. Какой-то художник, поздоровавший со мной, сказал, что-то вас давно не было видно. Уезжали? И, не дожидаясь ответа, начал рассказывать местные сплетни. Хозяин гостиницы Ницца, где я прожил много лет, вернулся с фронта невредимым. Мы дружески обнялись. Да, все было как прежде, но я был другим. Проишедшую со мной перемену я понял, только очутившись в Ротонде. Вещи, которые прежде мне казались естественными, теперь меня удивляли, порой злили. Париж был прекрасен, восхищенный, я бродил по набережным Сены, обошел все места, где протекала моя молодость. С городом мне было легко. Куда труднее с людьми. Я не знал, как объяснить им, что произошло с нами в России. Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны. О недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний, дешевые экскурсии в Варден, осмотр полей сражений. Одна из газет объявила конкурс, какой маршал пользуется наибольшей любовью французов. Мужчины на улицах были странно одеты, пиджачки в талию, выпуклая грудь, благонравные отцы семейств выглядели педерастами. Я увидел впервые фокстрот. Парочки тряслись, как заводные куклы. Все, о чем я рассказываю, показательно не столько для Парижа 1921 года, сколько для моего душевного состояния. Я написал стихи с архаизмами, которые продолжали меня пленять, несмотря на увлечение леом искусством, «Да, страна моя, не зная меры, скарб столетий на костер снесла. Не согреет темные пещеры тусклая и остывшая зола. Да, конечно, радиатор лучше. Что же, Эренбург, попал в Париж? Это щедрое благополучие в холеные оды притвори. На язык России дикий скорбен, и не русский станет славить днесть триумфатора, что мчится в Форде при вкус смерти трюфелем заесть». Впрочем, в русских, готовых прославить великодушных хозяев, недостатка не было. Эмиграция еще не поняла, что ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело». Россию в ней называли не иначе, как в Савдепии. Помню одно сообщение, напечатанное в этой газете. Уцелевших зверей московского зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они продались большевикам. И Блок продался, и Белый, и даже Кони. Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал «Ты, Илья, там набрался ерунды». Как только я говорил, что я выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской. Дружески меня встретили бывшие ротондовцы. Я говорю бывшие, потому что старая ротонда исчезла. Я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая полунищенская жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему. Вокруг ротонды были другие кафе, старые и новые, где укрывались некоторые ветераны и куда приходили новички. В кафе «Дом» я нашел старых друзей Фатинского, Дьего Риверу, Моревну, Цапкина. Иногда в ротонду заглядывал лежа. В кафе «Селект» сидели молодые американцы. Я их не знал и, много лет спустя, познакомившись с Хемингуэем, узнал, что в «Селекте» он обдумывал свой первый роман. Я рассказывал о московских выставках, о постановках Мейрхойда, читал на память стихи Маяковского, Есенина, Пастернака. Пикассо меня обнял и сразу заявил «Ты знаешь, мое место там. Что мне делать во Франции, месье Мильерана?» Альбер Глесс рассказал, что он выставил недавно панно «Проект росписи одного из московских вокзалов». Леже мечтал работать в московском театре. Диего Ривера спрашивал, как ему пробраться в Россию. Поэт Андрес Альмон прочитал мне свою поэму, озаглавленный русским словом приказ. В ней он прославлял подвиг русского народа. Буржуазная Франция, казалось, могла бы несколько успокоиться. Опасные годы были позади, демобилизованные успели забыть о солдатских бунтах, волна забастовок спадала, но на стенах еще можно было увидеть плакаты, изображавшие страшнейшего человека, который держит нож в зубах. Это был тот Бука, которым правящие круги пугали среднего француза. Пропаганда была не очень сложной. Коммунисты, это азиаты, дикари, они провели национализацию женщин и заставляют всех маршировать по команде. Был довод сильнее национализации женщин, русские займы, сбережения средних французов, купивших в банке выгодные бумаги, плакали наши денежки, причитали рантье со злобой, с отчаянием. Да и неправильно было бы сказать, что французская буржуазия успела отдышаться. Правда, во Франции было спокойно, но всего полгода назад в соседней Италии рабочие захватывали один завод за другим. Всего два месяца назад газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи краской углемелом «Да здравствуют Советы!» Я был во Франции весной 1946 года. Буржуазия тогда тоже нервничала. Ей не нравилось, что в рабочих предмесятах Парижа муниципалитеты называли улицы именем Сталина. Но холодная война только-только начиналась. Официально Советский Союз еще числился союзной державой и на церемонии переименования улиц представители правых партий со смешанным чувством ненависти, страха и почтения приветствовали великого маршала. В 1921 году во Франции не было улицы Ленина, но Ленин как будто жил в рабочих предместях. Он был не маршалом, а человеком, который много лет провел в Париже, которого некоторые встречали, помнили. Удивительная история о том, как человек в рабочей кепке стал главой огромной загадочной страны, как русские рабочие голодные раздеты со старыми винтовками отбили атаки интервентов, ходила по парижским предместям и не давала спать победителям. Я начал понимать, что мои первые поверхностные впечатления были обманчивыми. На Западе было много нового. Я купил книгу популярной изложения теории относительности. Меня увлекла новая книга Блеза Сандрара «Светопредставление», иллюстрированная Леже, сатира, показывающая конец капиталистического мира и похожая на киносценарий. Я увидел несколько фильмов Чарли Чаплина, который успел стать знаменитым. На выставке Пикассо 30 холстов спорили один с другим, и все они были объединены неукротимой потребностью выразить пластически новую эпоху. Я понял, что мне нужно многое прочитать, посмотреть, продумать. Диаго обрадовался, узнав, что герой моего романа будет мексиканцем. Он собирался в Италию, но сказал, что расскажет мне о той обстановке, в которой прошли детство и ранняя молодость Хулио Хоринито. Я купил блокнот и решил сесть за роман. Однако в мои литературные планы неожиданно вмешались французские власти. Товарищ Минжинский был прав. Не знаю в точности причин моей высылки, когда я спросил, почему меня высылает, чиновник префектуры мне ответил, Франция самая свободная страна в мире, если вас выселяют, значит, на это имеются резоны. Одному из приятелей, который хлопотал об отмене высылки, сказали, но вы не знаете, он занимался большевистской пропагандой. Вероятно, на террасе кафе, где я встречался с друзьями, сидели секретные осведомители. Французы их называют мухами. Они действительно назойливы, как осенние мухи, но мухи живут недолго, а осведомители порой переживают не только смену министров, но и смену режимов. Рано утром ко мне явился плюгавый человек с тусклыми глазами и жидкими усиками, который показал мне значок «агент префектуры». Другой шпик задержал мою жену. Хозяин гостиницы негодовал, мне стыдно за Францию. На шпиков это не произвело никакого впечатления. Меня отвезли в префектуру и там объявили, что мы должны сегодня покинуть Францию. «Но куда мы можем поехать без виз?» наивно спросил я. «Ближайшая граница бельгийская. У нас нет бельгийских виз. Вы их и не получите. Бельгийцы вас отошлют назад на французскую границу. И тогда мы вас задержим за незаконный переход к границе. Вы отбудете наказание и вас тогда уж не выселят, а вышлют». Я не понял различия между двумя понятиями выселения и высылка. Чиновник разъяснил «До границы вы проследуете в обыкновенном вагоне за свой счет. Вас будет сопровождать наш сотрудник в штатском. А когда вас вышлют, вы сможете не беспокоиться о билетах. Вас отправят до границы под конвоем. Сейчас вы свободны. Вас будет только сопровождать наш сотрудник». Но когда бельгийцы нас вернут, и когда я отсижу положенные, куда вы нас вышлите? В ту же Бельгию. Я понял, что из нас хотят сделать футбольные мячи, которыми будут играть французы и бельгийцы. Это показалось мне малособлазнительным. Все же нужно было пообедать. Мы пошли в ресторан напротив ротонды, и там встретили знакомого скульптора. Мы рассказали, что нас высылают. Он побежал в ротонду, и вскоре мы оказались окруженными десятком друзей. Все они возмущались. Шпики сидели за соседним столиком и ели с аппетитом. К тому, что они грязные флики, так называют французы полицейских, они давно привыкли, ибо слышали это ежедневно, а в ресторане бати кормили хорошо, и у фликов были подотчетные на подобного рода расходы. Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан, один из самых умелых ораторов парламентский соловей, и развеселился. В годы войны я был ему представлен как корреспондент биржевых ведомостей. Он спел мне короткую нанежную арию. Теперь я напугал Бриана. Как зайца дурова я начинал понимать, что я грозный зверь. Поезд уходил поздно вечером. На вокзале один из шпиков сказал, что купит для нас билеты. Конечно, в третьем классе. Мы приехали в третьем классе, но тон шпика меня рассердил, и я ответил, конечно, в первом. Пожалуй, это нас и выручило. В купе были трое, Люба, я и шпик. который вышел на французской границе. Я посоветовал Люби лечь и прикинуться спящей. Вошел бельгийский жандарм, я ему жестом показал на Любу, не нужно ее будить. Бельгиец добродушно кивнул головой. К пассажирам первого класса полицейские относятся с уважением. Я показал полуэстелевший лист, паспорт 1917 года. Тщетно жандарм искал бельгийскую визу. Сложил осторожно лист, он шепнул, у вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять. Я тоже шепотом ответил, вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе. Футбольный матч не состоялся, мы спокойно поехали дальше. В Брюсселе напротив Южного вокзала мы увидели две гостиницы, одна называлась «Провидение», другая «Упование». Мы не хотели терять надежду и направились в Упование, но там нас попросили заполнить карточки, в которых имелся коварный вопрос о въездных визах. Моя молодость прошла в архаическую эпоху, когда не было ни гражданской авиации, ни радиовещания, ни виз. Самолеты изобретения замечательные, радиоприемник бывает полезен, притом его и не обязательно включать, это дело вкуса. Но вот визы никак нельзя отнести к открытиям, облегчающим жизнь человека. Не берусь подсчитать, сколько в жизни я потратил на них времени, сил, нервов. Причем визы бывают разные, как бактерии, их можно разделить на классы, на семейства. Есть въездные и выездные, транзитные, с остановкой или без остановки, однократные и многократные, с указанием пограничного пункта или без, разобраться в них нелегко, еще труднее их получить. Мы поспешно вышли из вестибюля гостиницы. Вместо ответа на вопрос о въездных визах я поставил игривую черточку. Наша ночная удача могла кончиться крупными неприятностями и средь бела дня мы проникли в Бельгию без въездных виз. Я рассказывал, что перед войной в Париже я издавал поэтический журнальчик «Вечера» вместе с ростовчанином Немировым. У него была очень милая жена, веселая, чуть раскосая, певунья. Ее звали Марусей. Вскоре она разошлась с Немировым. Во время войны я часто встречал ее на юге Франции. Перед моим отъездом в Россию мне рассказали, что Маруся вышла замуж за бельгийского поэта Эллинса. Выйдя из гостиницы я думал об одном — как разыскать Эллинса. Адресного стола в западных странах не существует. Люди хотят спокойствия и о том, кто где живет, знает только Господь Бог да полиция. В телефонном справочнике Эллинса не оказалось. Я не знал, что Эллинс псевдоним. Я зашел в книжный магазин. Мне сказали, что здесь торгуют серьезными книгами, а не стихами. Я начал изучать витрины книжных лавок и нашел такую, где красовалась книга Эллинса. Я радостно вбежал в магазин, но ничего не добился. Мне предложили написать письмо на адрес издательства. Я не мог объяснить, что пока письмо дойдет до Эллинса, я буду уже не в гостинице у Паване, а в обыкновенной каталажке. Мне повезло. В пятом или в десятом магазине я набрел на любителя поэзии, который оказался сердобольным. Он мне сказал, что я найду Франца Эллинса в палате представителей. Его Эмергем, и он заведует парламентской библиотекой. У меня сразу выросли крылья. Парламент не ротонда. Эллинс и Маруся приняли нас, как старых друзей. Я бубнил провизу. Маруся вспоминала прошлое. Эллинс молчал и нежно улыбался. Ему было сорок лет. На суровом северном лице светились глаза мечтателя и ребенка. Эллинс рассказал одному из министров, что я поэт, меня почему-то выслали из Франции, и я хочу провести несколько месяцев в Бельгии, чтобы написать книгу. Формальности заняли две недели. Я бродил по Брюсселю очень шумному возле биржи и очень тихому в старых кварталах, где много пепельно-черных домов с позолотой, опрятных старух и неторопливых мечтателей, которые после конца рабочего дня курят трубки и бледными глазами смотрят на бледное небо. Я подружился с Эллинсом. Это удивительно чистый и печальный человек. Он прежде всего поэт, не только потому, что писал и пишет стихи, а потому, что его проза, да и вся его жизнь, пропитаны эссенцией поэзии. Весной, когда мы познакомились, он писал роман «Бас Бассинабулу», так он назвал негритянского бога, который стоял в его комнате. В романе этот бог, мудрый и наивный, всесильный и бессильный, попадает из дебрей Африки в Европу и рассказывает с грустной иронии о том, что делается вокруг. Я читал письмо Горького об этой книге, оно продиктовано не простой вежливостью, а любовью. Познакомились они позднее, в 1925 году, в Соренто. И в другом письме Горький вспоминал глаза Эллинса, в которых, несмотря на суровость, угадываешь детскую печаль и нежность. Бас Бассинобулу понравился Стефану Цвейгу. Он написал предисловие к немецкому переводу этой книги. Я много рассказывал Эллинсу о Москве. Он увлекся стихами Есенина и с помощью Маруси начал их переводить на французский язык. Потом я иногда встречал Эллинса в Париже, в Брюсселе. Шли годы, прошла жизнь, все теперь другое. А Эллинс тот же «Дети не старятся, мечтатели не изменяют, значит, и не изменяются». Эллинс как-то познакомил меня с художником Пермеке, теперь известным всем любителям живописи, а тогда еще причисляемым к молодым. Ему было 35 лет, но из жизни художника выпали годы войны. Он был тяжело ранен при защите Антверпена, выжил наперекор прогнозам. Не знаю, в чем объяснение, в крепости традиций или в особенности пейзажа Фландрии, точнее ее света, но бельгийцы прекрасные живописцы. Незачем говорить о Мемлинге или Ван Эйке, достаточно взглянуть на холсты Энзора. Пермеке почему-то причисляли к экспрессионистам, хотя в нем не было пренебрежения к живописи ради литературной выразительности. Он любил писать рыбаков, обветренных и угрюмых, крестьян прибрежной полосы, матерей, старух. Его длинные пейзажи показывают плоскую землю, едва возвышается то сток сена, то одинокое и обязательно приземистое, прибитое ветрами дерево. Огромную роль играет небо, зеленоватое или свинцовое. Его натуре были присущи беспокойство, трагизм. Я надолго потерял Пермаке из виду. Встретились мы четверть века спустя, незадолго до его смерти. Я поехал к нему, он жил возле Остенде, огромный, больной, одинокий. Он потерял жену, с которой прожил жизнь. На стене мастерской висел холст, который я не могу забыть. Пермаке написал жену в кровати, когда она умерла. Красками выразил свое душевное состояние. Я все ждал ответа министра. Под окном упования до поздней ночи кружились карусели и шарманки старались перекричать одна другую. Наконец я получил разрешение на пребывание в Бельгии. Был июнь. Мы поехали на побережье в местечко Ля-Пан возле французской границы. Гостиницы пустовали, до каникул оставалось несколько недель. Кое-где на побережье попадались развалины, дома, разрушенные во время войны, еще не были отстроены. Море было большим и рассерженным. В отлив оно уходило вдаль, затаив злобу, а потом яростно кидалось прямо к гостинице. Когда море уходило, на песке оставались водоросли, морские звезды и много обломков дерева. Я машинально подымал их, вспоминал, как в Коктебеле искал на берегу куски дерева для того, чтобы зажечь мангалку. Кругом были песчаные холмы, дюны, кое-где поросшие колючей серой травой. Эти холмы путешествуют, ветер сгоняет и нагоняет пески. Подымаясь на дюны я видел Францию. Я работал с утра до поздней ночи в маленькой комнате с окошком на море. Хулио-хоренита я написал за один месяц. Писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Нистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию. Мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а иду в штыковую атаку. Писать я не умел. В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю. Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Я знаю писателей, которые не выносят, когда при них вспоминают их ранние произведения. Да что говорить о других? Мне смешон и противен мой первый сборник стихов. О времени, когда я писал стихи про маркизов, я вспоминаю с нежностью, даже о типографе, а стихи скверные и, главное, чужие. Люблю я Хулио Хуринита, потому что эта книга при множестве недостатков написана мною, мною пережита. это действительно моя книга. Я много раз как писатель обезьяничал. Я рассказывал о подражательности моих ранних стихов. Но вот позднее, вскоре после Хуринита, я стал жертвой той литературной моды, которая тогда свирепствовала. Как некоторых моих литературных сверстников, меня соблазнили ритмическая проза Андрея Белого и причудливый синтаксис Ремезова. То, что у этих писателей было органично, у меня походило на пародию. Я не могу перечитывать иные из книг этого периода. Все время хочется поставить прилагательные и существительные на место. Хулио Хуринита написан порой неуклюже, но просто. Нет в нем словесных вывертов. Я узнал из критических статей, что мой роман подражание кандиду. Должен к стыду признаться, что кандида я прочитал только после этих статей. В молодости я читал много, но бестолково, да и до сих пор в моих литературных познаниях большие провалы. Однако догадки критиков мне понятны. Хулинито сказались годы молодости, прожитые во Франции. Конечно, рабочие на товарной станции Вожерар, как и я, не читали кандида, но в их шутках нашли выражения те же черты французской иронии, которые нас покоряют в книгах Вольтера, да и, может быть, автор кандида повлиял на формирование национального гения Франции. Я люблю Хулинито потому, что написал его по внутренней необходимости. Я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. Может быть, в ней недостаточно литературы, не было опыта, мастерства, но нет в ней никакой литературщины. Я написал много книг и далеко не все из них люблю. О некоторых я редко вспоминаю, не перечитываю их. Для молодых читателей я как писатель родился в годы Второй мировой войны. Охулинито помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а он мне дорог. В нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь. Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и наивных парадоксов. Я все время пытался разглядеть будущее, одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь. В Хоринито я клеймил всячески расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжества духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих гуманные способы истребления человечества, уже социалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. В 1960 году я подписываюсь под этими мыслями. И если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой. В Хоринита я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия Мосьедале, установившего 16 классов даже для погребения. За 12 лет до прихода к власти Гитлера я вывел Гера Шмидта, который может быть одновременно и националистом и социалистом, который говорит французами русским, нам необходимо вас организовать, колонизировать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию. Мы оставим голую землю, убить для блага человеческого одного умалишенного или 10 миллионов различия арифметическое, а убить необходимо. Если бы я не написал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа». Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печи Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление. В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени. В программу войдут кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи сожжение иудеев, закапывание живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы эвакуации, очистки от подозрительных элементов и прочее и прочее. Я знал, что холиохуринита должен вызвать гнев вблюстителей порядка. Какой консул положит теперь на мой паспорт и визу? Какая мать семейства пустит меня на порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки? Меня не удивило, что белые эмигранты встретили мой роман с возмущением. Но огонь был перекрестным. На постовце называли холи это не иначе, как клеветой на революцию. Почти в каждом номере их журнала к моему имени добавлялась клеветник. В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в Хуринита. Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел. Критики меня называли циником, нигилистом, а если следовало меня в чем-либо обвинить, то скорее в гипертрофии романтики. Хулио Хуринита читатели читали, критики ругали, ругали крепко и длительно, говоря о моих последующих книгах, всегда припоминали первый роман как главную улику. Мне случайно попался номер нового мира, вышедший 35 лет назад. В нем статья обо мне, длинные цитаты с Хулио Хуринита и выводы «Разбитая в открытой схватке русская буржуазия борется духовно, Эренбург служит своему классу по-настоящему, Эренбург последыш буржуазной культуры, история русской литературы ничего бы не потеряла, если бы Эренбург не пожелал сделаться писателем». Я привел выдержки из статьи, пожалуй, наиболее мягкой. В 1924 году в Киеве я пошел на спектакль инсценировку Хулио Хоринита. На сцене показывали Илью Эренбурга. У него на плечах сидел американец мистер Куль и покрикивал «Живей, живей, моя буржуазная кляча!» Мой тесть, доктор Козинцев, возмущался, а мне было смешно. Конечно, бывали часы, когда я огорчался. На меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям. Выработался частичный иммунитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния. Нападали и на форму моего первого романа. Мне думается, что она раздражала не погрешностями языка, а непривычностью. С той поры критики неизменно утверждают, что я журналист, который пишет романы, как фельгетоны. По их мнению, я незаконно вторгся в художественную литературу. Для меня же вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования. Есть люди, которые считают, что детальное описание внешности героя или ландшафта позволяет сухим тезисом обрасти плотью, передовой статье стать новеллой или романом. А это, говоря, откровенно принудительный ассортимент освещений театральными прожекторами затянувшегося заседания. Право же, былое и думы с большим правом могут быть причислены к чистому искусству, нежели накануне. В 1922 году Хуринита был издан в Берлине издательством «Геликон», в Москве государственным издательством. Мне было приятно, что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил. В 1942 году Алексей Николаевич Толстой в одной из статей вспомнил о моих сатирических романах и добрым словом помянул Хулио Хуринита. Позднее я прочитал в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской о том, как принял мой первый роман Владимир Ильич Ленин. Это было для меня большой моральной поддержкой. Вскоре Хулинито вышел по-немецки, изданный коммунистическим издательством, по-французски с предисловием Пьера Маккорлана на других языках. Я стал профессиональным писателем. Но я снова забегаю вперед. Вот я кончил последнюю страницу Хулинито. На ней я написал «Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня. Миновал уже трудный перевал». Я вышел к морю, ревел прибой, была ночь, вдали метались огоньки рыбацких суденышек. Я шел против ветра, не было тревожно и весело. О многом человеке писатель может догадаться. Далеко не обо всем. Седые волосы видишь в зеркале, когда бреешься. В будущее заглянуть труднее. Я не понимал, что впереди еще много труднейших перевалов и что ветер не уляжется. пока бьется сердце. Конец второй книги. 1960 год.